Вам понравилось просто по запискам, как мы беседовали, разные темы? Просто, понимаете, мы уже семинаров много провели, и их достаточно, чтобы изучать. А вот таких вот более детальных, практических занятий было мало. А когда вы описываете свою судьбу в записках, то там можно сразу многие вопросы жизни осветить очень быстро. Понимаете, не то, что это для одного человека будет беседа. Я буду многие вещи раскрывать. Когда практические записки идут, то легче понять, что людям нужно. И поэтому получается интересно. Поэтому подумайте на эту тему. Ладно, мы сейчас поговорим вот о чем. Я хочу вам еще описать разок разные виды любовь, любви в семье. И понять, что это важная тема. Потому что даже вот сегодня ко мне подходила девушка. Вроде бы они занимаются духовной практикой с молодым человеком. Но он все равно не понял, что такое любовь. Ему кажется, что любовь это означает наслаждаться. Но каждая девушка надоедает. Вот можно понаслаждаться с ней какое-то время. И через некоторое время будет казаться, что это не твой человек. Она не будет для тебя такой уж красивой, как раньше. Любой вкус надоедает, понимаете. Это не значит, что она некрасивая. Она была, как была красивой, так и осталась. Просто тебе надоело. И это всегда так бывает. Это неизбежно. Поэтому думать, что ты будешь счастливым и найдешь себе девушку, которая тебе никогда не надоест, то это безумие. Надо сразу в психиатрическую больницу ехать. Там ты найдешь такую девушку себе, которая тебе никогда не надоест. И она тебя там тоже найдет. Там будет счастливый друг с другом. Но в жизни, в обычной, так не бывает. В обычной жизни, просто наслаждаясь человеком, человек, несомненно, начинает испытывать пресыщение. И поэтому есть необходимость изучать, что такое любовь. Потому что, когда ты учишься служить человеку, пресыщение не наступает. Ты всегда счастлив рядом с ним. Из-за того, что ты сам служишь, ты этим и составишь счастье в отношении. Следует знать, что есть разные виды любви. И мы сейчас их будем немножечко изучать. Итак, первая любовь, первый вид любви, самый примитивный — это влюбленность. Влюбленность, она в принципе доступна всем. Даже дети маленькие влюбляются по 7 лет. Это не является чем-то необычным в жизни. Это просто создается гармония. Могу вам также сказать с полной определенностью, что влюбляются также и животные. Они тоже чувствуют влюбленность. Можете даже весной посмотреть, послушать концерт кошки, которые закатывают. Это тоже из-за влюбленности происходит. Или как, допустим, бодаются олени или быки, бегают, рога ломают друг к другу. Это все из-за влюбленности происходит. Это так проявляется эгоистическое чувство любви. Оно ничем, в общем-то, от животных не отличается особенно. Если бы животные могли писать стихи, они бы тоже их писали. Но они просто не умеют это делать, и все. Вы, конечно, можете со мной поспорить и сказать, что мы люди же, как это так. Я вам объясню. С точки зрения эмоций мы от животных ничем не отличаемся. Потому что на самом деле, если говорить про животных и людей, то у животных развиты чувства, очень сильно чувственная деятельность. И развита гораздо сильнее, чем у людей. Между прочим, половое чувство у животных развито сильнее. Чувство вкуса у животных развито сильнее. Так как свинья наслаждается испражнениями, вы никогда даже в изысканном ресторане так вкусно не покушаете. Посмотрите, как она балдеет. Вы разве видели, чтобы человек так кушал и балдел? Как свинья там лежит, жует. Мне очень сильно развитое чувство. Чувство зрения у животных развито лучше. Посмотрите, орел с высоты двух километров видит маленькую мышку в траве. Попробуйте с двух километров кого-то увидеть. Нереально. Поэтому, если, допустим, летучая мышь, она вообще чувствует даже эти волны, и волновое чувство у нее развито. Она не врезается в человека ночью. Почему? Потому что от него исходят волны, и она по этим волнам его огибает. И так быстро, что он даже не успевает заметить, что пролетело. Поэтому с точки зрения чувственной деятельности мы не сможем копировать животных. И если вы хотите знать про любовь, то знайте, что у человека это чувство тоже с точки зрения влюбленности развито не так сильно, как у животных. Допустим, если взять лебедей, то если одного лебедя убивают, второй умирает сам. Понимаете? То есть это просто животное, птица. Но они любят гораздо сильнее, чем люди. Они никогда не распариваются, как мы. Они соединились, все. Навсегда. Поэтому не думайте, что в этом плане влюбленности мы чем-то преуспели по отношению к животным. Ничем мы не преуспели, на самом деле, по отношению к ним. И даже если говорить об отношениях между матерью и ребенком, у животных эти отношения в некоторых случаях гораздо лучше выражены материнское чувство, чем у нас. есть виды животных, когда мать готова отдать жизнь за своего ребенка, даже не раздумывая. Понимаете? А мы не способны на это, часто бываем. А в военной ситуации бывают матери из голодухи съедают своих детей. Понимаете? Поэтому вы уж простите, что я такие вещи вам говорю. Просто идея в чем заключается? В том, что в этом плане влюбленности мы не преуспели. Мы не сильно лучше. И не надо сильно нашу влюбленность прославлять. Этот вид любви доступен даже животным. И поэтому не надо уж сильно на него рассчитывать в жизни, надеяться и думать, что это самое главное в жизни. Следующий вид любви — это любовь как нужда. Она стоит выше влюбленности, потому что любовь как нужда означает более такие возвышенные чувства. В том плане, что человек усмиряет свой эгоизм. Когда, допустим, человек влюбляется, то он добивается человека. И он в этом состоянии очень эгоистично себя ведет. Он пытается господствовать в этих отношениях. Что мужчина, что женщина. Просто они по-разному это делают. И все. Но господствовать пытаются оба. Но любовь как нужда она не проявляется к женщине или к мужчине. Это иногда проявляется как любовь в разлуке. Допустим, человек знает, что он никогда не сможет быть с этим человеком вместе. Он его любит. И тогда появляется любовь как нужда. Человек очень очищается в этом чувстве. Становится очень возвышенным. Миллион, миллион, миллион алых роз. Ну что-то вот в этом роде. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Да? То влюблен, то влюблен, то влюблен. И всерьез свою жизнь превратил в цветы. Да? Это факт. Это факт. Это любовь как нужда. Человек любит, и он очищается. Любовь очищает его. Он знает, что он не послаждается этой любовью, но он любит. Это очень благородное чувство. Любовь как нужда проявляется к людям иногда. Очень удачлив тот человек, который получает любовь как нужду по отношению к своему духовному учителю. Если он любит своего духовного учителя, ясно, что в этой любви не будет одинаковых проявлений, потому что, чтобы духовный учитель тебя любил так же, как ты его любишь, ты еще должен сначала доказать ему свою верность. тогда он будет тебе относиться глубже. Духовные учителя, они имеют силу видеть твое настроение. Поэтому не факт, что ты, если любишь своего духовного учителя, что эта любовь еще достаточно настолько чиста, чтобы он тебя принял. Для этого надо кроме любви еще и выполнять его наставления. Однако же сама такая любовь очищает жизнь человека и делает его безгрешным. То есть это очень большая награда. Еще большая награда приходит к тому, кто испытывает это чувство любви как нужды по отношению к Богу. Можно без привлечения сказать, что это в принципе уже уровень совершенства для каждого из нас. Если мы будем любить Бога и нуждаться в Нем, и молить Его о помощи, и просить Его чего-то постоянно, если мы будем вот так сильно зависеть от Бога в этом ключе в своей жизни, то это уже верх совершенства для нас. То есть в принципе больше даже ничего и желать не надо. Но тем не менее мы должны знать, что есть еще и более высокая любовь. Это любовь как награда. Когда человек способен так сильно любить Бога, чтобы у него даже мысли не пошевельнулось, чтобы у него что-то просить, тогда это означает, что его любовь уже достигла божественной любви. Его сила любви уже приравнивается к любви Бога живым существам. И это значит, что это очень удачливая личность, несомненно, очень святая. Любовь как награда это большой дар, который может достаться только редко какой душе в этом мире. Однако же именно такую любовь мы должны культивировать в своей личной жизни. Потому что любовь как нужда это хорошо. Если мы чувствуем потребность служить близкому человеку и хотим, чтобы он был рядом, это любовь как нужда. Но если мы чувствуем потребность служить близкому человеку и уже готовы даже его отдать тому, кого он хочет иметь в своей жизни, то это уже любовь как награда. Это еще выше такая любовь. Но знаете, если человек получает такую возможность так любить, то близкий человек никогда не уйдет. Потому что такая любовь очень привлекательна. Она действительно рождает взаимность всегда. Поэтому именно к такой любви надо стремиться. Любви как награда означает ты бескорыстно служишь, абсолютно бескорыстно служишь близкому человеку. В наших отношениях всегда есть корысть, потому что любовь это самая большая ценность в жизни. И когда она возникает, ты несомненно начинаешь от нее зависеть. Ты кого-то полюбил и для тебя это имеет большую ценность. И поэтому ты зависишь от этого человека и ты поэтому хочешь его держать возле себя. Это естественно. Однако же надо знать, что желание держать возле себя человека это уже эгоизм. то есть любовь с эгоизмом смешивается очень незаметно. И очистить ее от эгоизма это большой тяжелый труд. Поэтому если ты чувствуешь, что ты полюбил кого-то, то надо немедленно начинать заботиться об этом человеку, служить ему для того, чтобы пересилить в себе желание наслаждаться им. Потому что если желание наслаждаться им станет сильнее, то это значит, что немедленно ты начнешь приносить ему страдания. Если у тебя желание наслаждаться становится сильнее, желание заботиться, что происходит в результате этого? Что происходит? Ты хочешь наслаждаться больше человеком, чем заботиться о нем. Что происходит? А? Как? Нет. Ты любишь его. Просто ты хочешь, чтобы он любил тебя больше и давал тебе любовь, а сам ничего делать для его любви не хочешь. Что это значит? Ты начинаешь требовать любви, значит, вот что это значит. Женщины конючат, говорят, почему ты не ласково относишься ко мне, почему ты не разговариваешь со мной, почему ты не улыбаешься, почему ты меня не ласкаешь, почему не обнимаешь, почему не покупаешь мне красивые одежды, почему не гуляешь со мной в кино, почему не делаешь то для меня сё. Понимаете? То есть они начинают эксплуатировать любовь. Когда человек начинает эксплуатировать любовь, она немедленно тает. Я в Омске проводил такой эксперимент. Мы как раз эту тему разбирали, и одна женщина встала вдруг спонтанно, пошла мне цветы дарить. Я ему рассказывал эту историю? Нет? Я ей сказал, подождите, подождите, не надо сейчас мне дарить цветы. Я говорю, вы почему дарите цветы? Она говорит, я вам очень признательна. Я говорю, если вы мне признательны, тогда давайте вместо цветов, мне нужен от вас эксперимент один. Я говорю, вы готовы пожертвовать собой ради эксперимента в этом плане, своим чувством в отношении ко мне? Она говорит, готова. Я говорю, ну давайте тогда дарите мне цветы. Она пошла мне дарить цветы, я побежал, вот, и начал вырывать у ней цветы. Она говорит, подождите, я еще не успела подарить. Я в ней взял цветы, короче, вырвал. Она такая, такая побледнела. Я говорю, что случилось? Она говорит, я хотела подарить вам цветы. Вот. Вы помешали мне это сделать. Теперь мне не хочется вам уже дарить цветы. Я говорю, а почему не хочется-то? Она говорит, да потому что это добровольное же дело, дарить цветы-то. Так же нельзя делать это добровольное дело, превращать в принудительное. Я говорю, возьмите цветы, садитесь на место. Она взяла цветы, села, я начал рассказывать эту тему. Я объяснил, что когда человек любовь конючит, он таким образом ее просто уничтожает на корню. Вот если женщина мужу говорит, ты почему мне не улыбаешься? У него, значит, сердце любви. Чик, на один меньше. Допустим, у него 100 баллов любви там сердце. Он говорит, почему не улыбаешься? На один балл меньше. 99 уже. И так далее. И так она может совсем у него истратить любовь своими претензиями, требованиями любви. Уничтожить любовь. Все, ничего не останется. Или мужчина, допустим, он тоже конючит любовь, если он требует. Как он конючит? Он требует постель, постельный режим создает в отношениях. Женщина хочет, не хочет, все равно постель, по-любому. Все. Даже ей больно, все равно постель. Дальше он требует немедленно вкусной пищи, прямо сейчас. Хочет готовить, не хочет. Я хочу вкусной пищи. Давай, готовь мне столько-то блюд. Все. Ну, то есть он издевается над ней по-своему. И она чувствует, что это уже не в любовь ей это все делать, а в тягость. Почему? Потому что никогда не нужно требовать служения от близкого человека. Вот он сколько может, тебе столько служит. Все остальное сам для себя делай. Если женщина не хочет в постель, а тебе хочется, ну иди дрова поколи. Ты же видел про Чириллитана там фильм. Дрова поколол, легче стало. Надо завести дрова. А если, допустим, вам не нужны дрова самим, ну, найдите, кто топит дровами, им колите там, я не знаю. Надо как-то выходить из ситуации. Или покачаться, пошел бодибилдинг. Семя может уйти в тело, энергия семени, она куда-то должна уйти. Ну, то есть, есть способы выхода из этой ситуации, что делать. Просто, если ты будешь эксплуатировать жену, а мне любовь пропадет просто к тебе, и все, она уйдет от тебя, и все, ты будешь страдать потом. Потому что эксплуатация любви это опасное занятие, она разрушает судьбу. Очень опасное занятие. Женщина тоже видит, допустим, муж не обращает внимания. Ну, значит, надо заняться духовной практикой, потому что, почему она конючит? Потому что ей не хватает любви. Если тебе не хватает любви, то есть два вида, два пути. Первый путь. Надо служить близкому человеку, чтобы в нем вспыхнула любовь. Но если ты не можешь ему служить, допустим, и хочешь все равно любви, тогда помолись Богу. Есть второй вариант, как любовь получить. Просто посесть, помолиться и от Бога получить любовь. Не обязательно от мужа, потому что источником любви Бог является. Вообще-то надо каждый день учиться от Бога любовь получать. Потому что муж может вообще перестать давать любовь. Вы знаете об этом или нет? Нет? Сейчас вам расскажу. Бывают такие периоды в жизни, когда у человека отшибает возможность любить на несколько лет. И обычно в эти периоды люди разрушают свои семьи. И разрушают в основном те, кто не получает любовь. Вот человек не может, у него нет и сердца, не идет эта сила, и все. И может несколько лет так быть, планеты плохо встают. И в это время, это время испытаний. Человек, который не получает любовь, он должен просто ее искать у Бога. Молиться Богу, чтобы любовь от Бога пошла к нему. И все. И таким образом восполнять свое отсутствие счастья. Но люди очень корыстны по природе. Если от близкого человека любовь не идет хотя бы несколько дней, он говорит ему, все, мы с тобой не подходим друг для друга, до свидания. А человек же привязался, он начинает страдать, плакать, мучиться. Большая проблема. Откуда возникает? От неправильного представления того, что такое любовь. Любовь — это не то, что ты балдеть должен постоянно с близким человеком рядом. Любовь означает, что ты отдаешь ему свои силы и получаешь как награду ощущение счастья. Но награда не всегда приходит. Иногда приходит, иногда нет. В зависимости от того, как судьба распоряжается этим. Поэтому надо просто выполнять свой долг. И счастье будет в каждом раз все чище, светлее, радостнее приходить. Но даже сама идея что-то бескорыстно делать для близкого человека, для многих людей абсолютно непонятно. Ведь делать-то надо для близкого человека то, что ему хочется, а не то, что тебе хочется для него делать. А это сложно. Это очень тяжело на самом деле. Тяжелый труд. Это унижение всегда. Поэтому выход только один. Прежде чем пытаться кого-то любить, человек должен стать самодостаточным. Он должен научиться строить свои отношения с Богом. Он должен молиться каждый день ровно столько, сколько необходимо, чтобы в сердце хватало счастья, которое дает молитва. когда человек самодостаточным становится, он может, значит, энергию счастья отдавать. Не только для себя жить, но еще отдавать ее другим людям. И вот тогда он будет с людьми формировать глубокие отношения. Глубокие отношения возможны только в том случае, если ты честно и бескорыстно отдаешь. Причем интересно, надо долго отдавать, прежде чем пойдет назад что-то. это процесс не односекундный. Нужно много-много отдавать, и потом только назад что-то идет. Целая наука серьезная, которой мы не знаем, нас ее не учили. Мы учились, наоборот, другому в жизни, что надо наслаждаться близким человеком, наслаждение закончилось, подумай, значит, о своей жизни теперь. Родители говорят, так, ты его не любишь, теперь подумай о своей жизни. что тебе дальше в жизни делать. Это означает бросать близкого человека. Больше нечего думать тут. есть еще один вид любви, который мы сейчас с вами поговорим. Вообще, в целом, есть два вида любви с точки зрения правильности. Есть любовь, которая Богом благословлена, и есть любовь, которую Бог не хочет, чтобы у нас была. Вообще, любовь принадлежит Богу. Вы знаете об этом? Человека нет любви. Вот, допустим, женщина думает, что она обладательница красоты. Колоссальное заблуждение. Но если вы обладательница красоты, тогда сохраняйте красоту до старости. Почему? Иногда красота есть, иногда раз, нет красоты, куда-то делась. Раз красишься, красишься, все равно нет красоты. Потом раз, появилась опять. Так ведь? Или нет? Так. Она не принадлежит женщине красота, это дар Божий. Бог дает красоты столько, сколько женщина заслужила. Иногда забирает у нее, чтобы она не гордилась собой. Иногда назад дает. Так бывает? Есть такая история ведическая, называется «жидкая красота». Знаете? Нет? Нет? Один царь влюбился в принцессу. Она была очень мудрая, он был очень глупый. И она поняла, что зачем ей такой глупый человек нужен, который не понимает, что такое душа, что такое чистая любовь. Он просто влюбился в нее, и все. У нее не было понятия никаких. Она решила его воспитывать начать. Он говорит, я хочу на тебе жениться, иначе я завоюю тебя. Она говорит, да зачем завоевывать? Говорит. «Приезжай», говорит, через две недельки, я твоя. Он приезжает через две недельки, и к нему выходит такая истощенная дама, несчастная, измученная вся. И он спрашивает, а где царевна, моя принцесса красивая? Она говорит, это я так красивая принцесса. Он говорит, я не верю. Та была очень румяная, такая красивая, пухленькая, такая, вот, как конфетка сладкая. А ты вообще непонятно какая, вся замученная, зеленая. Вот. Она говорит, так я та самая принцесса и есть. Просто, ну, немножко изменилась внешне. Он говорит, так где же твоя красота тогда? Она все это время пила слабительные, как бы худела специально, чтобы его проучить. И она привела его, и там было, стояло семь бочек. Она говорит, вот здесь моя красота вся. И он открывает, понюхал, а там пахнет испражнениями. Потому что она все это сливала в одно место, свою красоту. и он в результате уехал ничем. Он испугался, короче. Она говорит, можешь забирать красоту мою? Если ты хочешь, ты на красоте женился, вот и забирай красоту и едь с ней. А я здесь остаюсь. На моей красоте меня. Ты хочешь меня, бери, нет проблем, я вот такая на самом деле. А если тебе нужна моя красота, вот она в бочках, пожалуйста, бери ее. Он подумал, подумал, поехал и ищем. Знаете, о чем эта история? О любви. На самом деле, царь что любил? Он любил наслаждение. Он хотел наслаждаться этой девушкой. Он не хотел ее. Она не нужна ему была. Ему нужно было и наслаждение. Все. Результат такой любви какой? Печальный. Результат такой любви означает несчастье, несчастная жизнь. Поэтому надо отделить понятие любви от желания наслаждаться человеком. Это очень важно сделать. Иначе тогда будут проблемы. Потому что на самом деле не факт, что женщине нужно то, что ты думаешь. Если тебе кажется, что ты вот когда хочешь ей наслаждаться, что это ее наслаждает, ничего подобного. Для женщины это всегда аскеза. Когда мужчина хочет наслаждаться женщиной, для нее это всегда аскеза. А когда женщина хочет наслаждаться мужчиной, это всегда аскеза для мужчины. Понятно? Нет? С трудом, да. Так вот, следующая тема нашей беседы называется незаконная любовь. Незаконная не означает, что закон выпустили, что такой любви не должно быть. Незаконная означает, что Бог не хочет, чтобы она была. Он является обладателем любви, понимаете? Он может дать человеку любовь, может ее дать не так, как надо, и может ее забрать. Когда человек в любви совершает преступление перед Богом, не перед близким человеком, а перед Богом, он изменяет своему близкому человеку, которому Бог его дал, и идет и начинает тайно общаться с другой женщиной, то в результате схема очень похожа наступает. В результате Бог отнимает у этого человека законную любовь и дает ему незаконную. Это означает, что он влюбляет этого человека в эту девушку, которая он дает сильное ему сильное чувство. У него появляется страсть к этой девушке, сильная страсть, которая рушит его всю жизнь личную, всю семью, рушит его все отношения нормальные, все рушит. Потом дальше что происходит? Он, влюбившись в эту девушку, он рушит ее жизнь, если она тем более была замужем. Он вытаскивает ее из ее семьи. Вот. Дальше что происходит? За то, что он разрушил ее жизнь своей любовью. Бог так устраивает, что сначала он привязывает эту девушку к нему, а потом она рубит эти отношения очень жестоко, и он остается один в результате. Несчастный, униженный судьбой и замученный. Понимаете? Потому что такие потом разрыв наступает очень болезненный. Бог специально так привязывает человека, что потом сильная боль наступила, когда эти отношения разрываются. а девушка в этом случае бросит его очень жестоко. Очень жестоко. Вот такая схема очень простая. Вам нравится такой вариант? Нет? Знаете, почему девушка бросает? Не то, что она хочет это делать, так Бог делает. Он просто отшибает у нее всякое чувство к этому человеку, и все. И ей деваться некуда, так как она тоже на этой идее живет, что надо просто наслаждаться жизнью и жить с тем, кого любишь. Такая философия у этих людей. Если вот я полюбил кого-то больше, значит, это моя судьба. А если еще кого-то больше полюбил, то это надо бросить следующая моя судьба, и так далее. Когда у человека такая философия, значит, он несомненно, его судьба будет разрушена этой философией. И он будет очень сильно страдать потом в жизни. Потому что он полюбит такого человека, который его потом накажет. даст ему наказание очень серьезное в жизни. И не только сам человек наказывает. Бывает, человек любит такого женщину, она привязывает его к себе, а у нее, оказывается, какой-то человек есть, который уголовник. И за то, что она его бросила, он потом привежет еще тебя, даст тебе немножко в ребро перо сунет, как они говорят. Очень приятно. Такое тоже может быть. или еще какие-нибудь необычные истории, которые тебя привязывают к человеку, который потом рушит твою судьбу совершенно необычным образом каким-то. Ты ничего не можешь с этим сделать. У него появился бзик, ему хочется уехать в другую страну. Ты уезжаешь в другую страну, у тебя там нет кармы деньги зарабатывать, такое бывает. И ты мечешься, мечешься там, и ты как в пустоте. А она там, в другой этой стране, находит себе классного мужика, они оба тебя выпинывают, и ты летишь назад в свою страну. Попранный, истерзанный, ободранный и несчастный. И как вшивый пес приходишь к своей жене, которая уже перетерпела, измучилась, перетерпела, поняла, кто ты такой, и она тоже тебе под зад дает. И ты летишь уже в свободном полете такой. Вот классная жизнь. А все началось с чего? С того, что ты попрал свою любовь. Я вам сейчас расскажу одну интересную историю, которую рассказала мне одна очень хорошая женщина, которая занимается духовной практикой. И рассказала она мне эту историю в назидание к людям, чтобы они никогда так в своей жизни не делали. История началась с того, что девушка занялась духовной практикой. Она походила на какие-то лекции. Вот. Не на мои, слава Богу. занялась духовной практикой и подумала, что-то у меня муж такой несерьезный в духовной жизни, такой слабоватенький в духовной жизни он человек. Можно сказать, совсем материалист. Вот. И как-то так не катит мне с ним жить такой возвышенной, чистой и духовной. поэтому поеду-ка я в духовную общину и брошу-ка я этого человека. Но женщине настолько мозги свихнуло, что она не только бросила своего мужа, а также она бросила своего ребенка с ним и поехала в духовную общину искать свою судьбу, свое счастье. потом, что было дальше. Она там встретила себе духовного мужа, который занимался духовной практикой, который тоже бросил свою жену, потому что она была недуховная. Но у него при этом осталось там двое детей. И они начали жить духовной, чистой, светлой жизнью духовной, в духовной общине. Очень возвышенной, светлой, чистой жизнью, на чужих костях основанной. Очень светлый дом они построили на костях фундамент, костях своих родственников близких. Очень возвышенная, чистая, светлая жизнь началась у них. И в этой возвышенной и светлой жизни они родили ребенка возвышенного, чистого и светлого. И потом они поняли, когда ребенок родился, что вообще не уже тяжело жить с ребенком-то, потому что ребенку нужен уход, а там не хватает условий. И в результате они поехали в тот город, где этот мужчина жил до этого. Они приехали в этот город, нашли отличную работу, они вместе работали с ним и создали общую фирму какую-то, и у них все получалось хорошо, они занимались вместе духовной практикой, пока муж неожиданно не влюбился в свою бывшую жену, которая верно совершала какие-то аскезы, чтобы его вернуть, и его потянуло к ней. И он начал ездить в командировки к своей бывшей жене. И потом эта духовная жена его узнала, что он ездит в командировки к своей бывшей жене. Но было уже поздно, и он ей сказал, ты очень духовная возвышенная жена, мое сердце всегда останется с тобой, я тебе буду давать денежку немножко на жизнь, чтобы ты с голоду не померла, своего духовного голоду не померла. А сам я буду жить со своей бывшей женой, потому что у меня там двое детей, у тебя один. Два минус один получается один. Я буду жить там. Потом немножко пожив, он ей сказал, ну ты что думаешь-то, вот денежку-то сама себе зарабатывай, у меня не так много денежек, чтоб сразу тебя кормить и свою вот ты же духовная, тебе Бог поможет, вот, а она вот недуховная, ей надо на нее надо работать, и все, перестал ей вообще денежку давать. И так она осталась одна. Когда она захотела вернуться к своему мужу бывшему, он уже к этому времени нашел себе не духовную, а просто хорошую жену, потому что покармим было положено, потому что она его бросила, он ее ждал долго, пытался вернуть, кстати, он ее, ездил к ней несколько раз, пытался уговаривал, пытался вернуть, ничего не помогло. В результате в его аскез ему Бог дал хорошую жену, и он счастливо начал с ней жить. Когда она приехала, он ей сказал, ты хороший человек, все нормально, ты духовный, а я обычный человек, прости меня, у меня уже есть жена, все, я буду жить с ней, она мне верна, она меня не бросала, не обманывала, вот, и мой ребенок тоже ее любит. Чао, бабина, сори. Дальше ситуация разворачивалась очень интересно. Потом эта возвышенная духовная женщина осталась одна надолго, и она так почувствовала такое страдание от того, что она находится одна, что она связалась с совершенно деградированным мужчиной, так Бог ее начал наказывать за ее поступок. И этот мужчина пил и вел совершенно безобразную жизнь, и ей приходилось терпеть его ради того, чтобы просто жить с кем-то, а не одной, и чтобы у ребенка был какой-то хотя бы отец. И в таком совершенно несчастном и униженном состоянии она пришла ко мне на консультацию и спросила, что мне делать, как мне дальше жить. Конечно, я ей кое-что сказал, и не буду вам передавать всего, что я ей сказал, но я вам хочу другое сказать. Вы поймите, что создавая семью, мы удовлетворяем свои чувства. Удовлетворяем свои чувства. Мы думаем, вот мне нравится, и я буду так жить. Однако знайте, что создавая семью, мы перед Богом берем серьезную ответственность, хоть мы этого и не понимаем, потому что в этой семье будут рождаться новые жизни, и у них будет своя судьба. Эта судьба так как зависит от вас, поэтому Бог будет очень строг по отношению к вам. И если мы с вами все-таки не поймем этой строгости и будем поступать как нам вздумается с близким человеком, то тогда Бог нам устроит Кузькину маму. И жить будет очень весело. Вот примерно так же, как вот этой женщине. И не думайте, что бывают какие-то исключения, хотя вы можете проверить на своей жизни. Может быть и бывают. Попробуйте. Лет через 15 поймете, будет опыт хороший, но будет уже поздно, потому что этот опыт уже не даст создавать новую семью. Вся личная жизнь будет перекалечена в этом случае. Поэтому веды говорят, таких экспериментов делать не надо. Есть карма, которая настолько тяжела, что с ней лучше не шутить. Я вам сейчас перечислю такие виды кармы. Если ты решил кого-то проклять от всей души, подумай, прежде чем это делать, потому что это непреодолимая и тяжелая карма. Если ты не прав, значит это проклятие ровно с этой же силой обрушится на твою жизнь. Второй вариант. Если ты решил поджечь чей-то дом, или ты решил кого-то отравить, или просто пригрохать, подумай, потому что если ты это сделаешь, то дальше тебе жизнь малиной не покажется, потому что всю жизнь ты свою скалечишь таким поступком. если ты решил кого-то изнасиловать, будет точно такой же результат. Если ты решил бросить свою жену, результат не такой тяжелый, но это из этой же серии фильмов ужасов с печальным исходом. Это является тяжелой труднопреодолимой кармой бросать близкого человека. Поэтому прежде чем делать такие поступки, человек должен понять, что он тем самым рушит всю свою будущую жизнь. И она будет по заведомо определенному сценарию идти. Пока ты не отработаешь карму своего поступка, счастья у тебя в личной жизни не будет. А на эту отработку может уйти 10-15 лет. И какой смысл вот такого страдания? Ко мне иногда приходят люди и говорят, я хочу бросить близкого человека. И доводы очень серьезные приводят. Я говорю, хорошо, действительно жить вам очень тяжело, практически невыносимо с этим человеком. И она уже в таком надежде, что сейчас я благословлю эту идею. Она говорит, и что? Я говорю, ничего, думайте сами. Я говорю, вот я вам просто хочу рассказать, что будет с вами дальше. Смотрю будущее, насколько я могу это предвидеть, и говорю ей пять лет одиночества. Потом вы получаете себе близкого человека, который вас бросает, живете с ним еще три года, у вас рождается от него сын, и только потом, почувствовав, в какую ужасную вы ситуацию попали, вы раскаетесь, и только через пару лет, после этого вы найдете себе нормального человека, и будете с ним жить. Теперь считаем пять плюс три восемь, плюс два десять. Нормально? Не очень, она мне сказала, не очень нормально, и пошла назад. теперь посмотрите, посчитайте свои года. вы бросили близкого человека, посчитайте свою жизнь, и смотрите, где ваше счастье, и когда оно будет. Поэтому люди пытаются быть вместе изо всех сил, потому что Бог не хочет таких фокусов, Он дает любовь, Он забирает любовь. Мне сегодня подошел один мужчина и говорит, у нас пропала любовь в семье, и он объяснил почему, потому что он сам в этом виноват, неправильно относился близкому человеку, она пропала любовь. он говорит, я предлагаю развод, жена не соглашается. Я ему сказал, что надо остановиться, потому что если ты, он сказал, что у него уже есть любовница, уже два года, все, я ему сказал, надо остановиться, хорошо, что ты пришел раньше, чем у тебя развалилась семья, потому что если ты произведешь этот развод, то несомненно, несомненно, ты скалечишь всю свою жизнь, поэтому надо исправлять ситуацию, он говорит, ну у нас уже все испорчено, жизнь испорчена совместная, нет уже этой счастья в этом, ну и что? Счастье в жизни это всего лишь результат жизни, сегодня нет, завтра есть, надо понять, что даже если противен близкий человек, ты начинаешь восстанавливать отношения, он противным перестает быть, это знаете, с чем можно сравнить? Если человека извалять в какашках, то он воняет, но это не значит, что он вечно будет вонять, для того, чтобы он не вонял, его надо помыть, так и отношения надо мыть, понимаете, помойте человек, он будет вкусно пахнуть потом, проверьте, попробуйте, это работает, точно так же отношения, их надо просто мыть, но отношения моются не так быстро, понимаете, не так быстро отношения можно помыть они моются годами не так долго кстати вот серьезно работ над отношениями год где-то и все и они исправляются вот поднимите руку кто вот год поработал и сейчас счастливая семья хотя было противно поднимите есть такие люди ведь есть примеры поднимите руку не бойтесь это будет примером другим кто два года поработал и отношения стали лучше один поднял человек герой а кто полгода поработал лучше стали отношения вот уже побольше ведь и даже полгода всего многим на видите как много смелых людей встречается в жизни которые остаются в отношениях работают над ними и становится по настоящему счастливыми людьми мур мудрыми счастливыми людьми наша сегодняшняя тема незаконная любовь первое высказывание тирова лювара глупо лелеять похотливые мысли относительно той что принадлежит не тебе а другом каждый кто знает путь истины или хотя бы знаком с житейской мудростью будет изо всех сил избегать этого пути видите или просто знает законы или житейскую мудрость я вам сейчас из позиции законов из позиции житейской мудрости привел примеры как дальше будет складываться жизнь здесь святой человек прямо говорит об этом это устанавливая закон священный следующее высказание еще серьезнее среди всех свернувших с пути праведности видите среди всех и тех кто убил кого-то и те кто изнасиловал и тех кто травил и так далее нет никого глупее чем тот кто посягает на чужую семью среди свернувших всех людей кто свернул с пути праведности нет глупее человека который посягает на чужую семью посягает на чужую семью означает любовью вырвать человека своей любовью а точнее похотью вырвать человека из семьи это и есть самая большая глупость жизни потому что когда ты вырываешь человека из семьи сколько ты сразу жизни калечишь сколько членов этой семьи если семья состоит из четырех человек муж жена двое детей значит ты калечишь жизнь четырым человеком все соответственно за это ты в четыре раза сильнее будешь наказан чем ты думаешь ты будешь отвечать за судьбу каждого из этих людей веселая жизнь я сейчас вам высказание следующее приведу который вообще не для нас потому что вы не вообще не понимаем зачем такие высказания делать но он понимает что есть смысл в этом я вам объясню какой смысл и он пишет дальше лучше человеку умереть чем поддаться действиям которые приведут его к такому греху знаете почему лучше умереть потому что если он умрет он родится в следующей жизни и все нормально отработает свою плохую карму и будет счастливо жить на самом деле промежуток между смертью и рождением небольшой всего там 12-15 месяцев ты умер через 15 месяцев опять все классно в твоей жизни ты маленький счастливый ням ням пись 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 все классно счастья очень много все хорошо и ты по крайней мере ты отработал свою плохую карму ты не испортил себе жизнь а вот если ты жив остался и пошел этим путем вот дальше будет расколбас в жизни полной и ничего хорошего в жизни дальше не будет если ты не раскаешься а раскаиваться придется долго чтобы все изменить поэтому опасно следующее высказание для многих очень поучительно каким бы высоким не было положение человека все будет бесполезно если он бездумно вопреки здравому смыслу разрушает чужую семью понимаете бывают люди очень такие у них много денег власти и они так раз разрушают чужую семью был такой экземпляр который до сих пор гниет в аду а его член половой выставлен в музее это позор он опозорен и также его именем называют всех тех людей которые идут этим путем этого человека звали Григорий Распутин этот человек прикинулся святым и имея мистические силы он вошел в доверие в царском роду и страхи держал царскую семью и при этом злобствовал и насиловал благородных женщин за то что он искалечил судьбы многих женщин он до сих пор гниет в аду и он получил ужасную смерть и убив его ему еще половой член отрезали их заспиртовали классно? и до сих пор он мучается за то что было а прошло уже пару сотен лет как вам нравится такая жизнь? не очень она является примером того как не надо себя вести у него было очень высокое положение он был самым приближенным человеком к царю но все было бесполезно он получил позор и этот позор останется в веках его имя стало символом позора таких людей называют распутниками на русском языке означает человек который разрушает чужую семью следующее высказание может показаться что согрешить с женой чужой женой ерунда какая-то пустяк но этим легким поступком как кажется с первого взгляда человек ставит на себе печать неизгладимой тяжелой кармы написано здесь в трактате в этом не мои слова знаете когда человек погулял он вообще не чувствует что что-то плохое произошло у него такое приятное чувство на сердце он понаслаждался ему хорошо он балдеет вообще вот в сердце вообще нет идеи что что-то плохое произошло и это самое ужасное потому что вот этот когда такой поступок вида совершает человек он не только теряет хорошую судьбу он также теряет чувство опасности своей будущей судьбы то есть совершив такой поступок человек теряет способность предвидеть страдания свои он теряет возможность ориентироваться в своей судьбе обычный человек который честно живет он чувствует когда будут страдания он предчувствует это у него в сердце есть такое предчувствие если человек совершает такой дурной поступок у него предчувствие пропадает все он не соображает ничего не пропадает эта идея но самое ужасное заключается в том что в нашем обществе подобные поступки сейчас считаются нормальным событием жизни если один человек куда-то другому говорит я там погулял немножко ну классно расскажи как дело было вместо того чтобы сказать что чокнулся что ли ты что делаешь люди не знают об этом что это плохо им кажется это нормальная жизнь просто ну погулял и погулял бывает так что даже муж жене говорит что я погулял она немножко печалится потом думает ну все же так живут что делать сама потом ложится с кем-то в постель отмеску у наполеона была молодая жена она была очень красивая и распутная он уехал воевать она погуляла он ее сильно осудил потом подумал подумал сам начал гулять понимаете это не способ жить так относиться к жизни делать все то что делает твой несчастный человек близкий который ошибся в жизни смотрите какое высказывание интересное за человеком осквернившим святость чужого брака по жизненному пути всегда будут бежать 4 собаки первая собака враждебные отношения с другими людьми вторая собака греховная деятельность третья собака страх и четвертая собака вражда других осуждение других людей ну тех людей которых он осквернил естественно ну человек в своем сердце всегда будет осуждать этот грех он никогда не так вот не будет считать что это было правильно поступлено осуждение будет как печать когда человек разрушает свою семью наглым образом или чужую семью на нем печать вот этого поступка остается на лбу и он осуждаем то есть ну невозможно отмыться от этой печати от чужого осуждения не отмоешься человек не может так себя вести как будто бы он хороший в этом случае все равно на нем эта печать будет висеть понимаете разумные люди разглядят эту печать на нем и осудят его враждебность как только человек начинает изменять немедленно у него появляются враги в жизни вот было все хорошо не было врагов измены начались начались враги потому что он враждебный путь выбирает есть две дороги в жизни честный путь и греховный путь если человек враждебный путь выбирает сразу тут же начинаются препятствия в жизни начинают козни ему строить ну то есть появляются в жизни люди которые ему портят жизнь грех когда человек изменяет у него появляется сильное желание делать то же самое у него появляются вредные привычки потом то есть у него появляется его тянет в эту сторону очень сильно у него появляется склонность так жить страх страх означает чувство чего-то нехорошего предвидение чего-то нехорошего ясно что ничего хорошего не идет поэтому у него и страх возникает в жизни и осуждение тех кого он искалечил жизнь следующее высказание того кто попустительствует похотливым мыслям в отношении к чужой жене нельзя назвать хорошим семьянином он может себя хорошо вести быть хорошим отцом и так далее но нечистые помыслы сводят все его поступки на нет даже представляете просто человек думает об извении и это означает что он не может уже воспитывать своих детей они из них ничего хорошего не получится потому что они точно так же будут впитывать его мысли и такими же людьми становиться вот как человек себя ведет так перенимают его дети это поведение и ничего с этим сделать невозможно никакие слова не отмоют поступки поступки впитываются детьми гораздо сильнее чем любые слова ну допустим отец курит на заводе на работе приходит домой и не курит дома не показывает что он курит тем не менее ребенок когда пойдет на улицу и увидит что там кто-то курит ему сильно захочется курить он будет курить на улице и приходить домой дома не будет курить делать вид что он не курит отец делает вид что не курит на работе приходит с работы а мальчик будет на улицу ходить или материться точно так же ну то есть ребенок всегда будет делать то же самое что родители потому что он перенимает вкус вкус находится в разуме человека и передается со звуком просто отец с ним разговаривает о чем-то другом но этот вкус к табаку к никотину передается через звук просто и все и ребенок перенимает становится таким же ничего не сделаешь с этим невозможно бороться поэтому человек должен просто быть честным по отношению к своим детям и вести себя правильно тогда все у него в жизни будет хорошо видите говорится даже можно себя хорошо вести но если даже в уме нет ты просто думаешь о другой женщине все рушится в твоей личной жизни дальше интересный вывод настоящая смелость и мужественность человека заключается не в том чтобы кем-то сражаться а в том чтобы уметь сдерживать свои мысли и быть способным противопостоять греху в своей жизни и тогда в этом случае человек живет правильно здесь последнее высказывание по эту тему какие то есть вопросы по этой теме да дети не могут быть запретные понимаете так так ну в небрачный да хорошо понимать дети эту карму получают с рождения они уже в прошлой жизни так поступили поэтому они рождаются в такой семье но это не значит что эти дети должны быть осуждены они уже отработали свою карму они чисты они уже родились в такой семье понимаете все они уже отработали свою карму они чисты конечно конечно если рождаются дети значит надо раскаиваться страдать и оставаться вместе а что делать ну разрушила и разрушила а что делать теперь да вы поймите что само страдание не означает что все безнадежно страдать придется это факт но можно очистить свое существование во первых надо раскаиваться перед той женщиной обоим им если они разрушили эту семью они раскаиваются перед этой женщиной до тех пор пока она сердцем своим их не отпускает не прощает потом этот мужчина должен ей помогать всю жизнь заботиться о ней чтобы она простила потом дальше они перед Богом молятся вдвоем чтобы Бог им по боям простил они клянутся что дальше они не будут так же поступать друг с другом и так далее много чего нужно сделать чтобы потом очистить свою жизнь и надо много месяцев и все равно даже несмотря на молитву они все равно получат наказание в событиях и все равно события накажут их и только потом очистившись это в этом наказании они смогут дальше нормально жить очень длинный путь нужен для того чтобы такую семью сохранить ну а это возможно сохранить все равно следующий вопрос до 14 лет до 14 лет потом впитавшись навпитывавшись они просто отстраняются от своих родителей и начинают им отдавать их ошибки то есть сравнивается с качелями до 14 лет качели ребенка поднимаются вверх а после 14 лет карма детей сама начинает их тянуть и она становится тяжелее и в результате дети отдают все назад своим родителям если родители допустим насилие над ними сильно жестоко себя вели то после 14 лет дети жестоко с родителями начинают себя вести если родители баловали своих детей и душили их инициативу тем что они их баловали своей любовью значит после 14 лет родители дети будут вести себя вульгарно и балованно и вызывать этим поведением страдания у своих родителей уже если родители допустим вели себя безобразно ругались ребенок до 14 лет как бы страдал и терпел а после 14 лет у него когда половое созревание наступает он начинает сам ругать своих родителей и ведет себя точно так же как они друг с другом себя вели и так далее то есть он отдает то же самое что ему дали понимаете что создал то и получи если корову кормить целлофановыми пакетами то она значит будет выдавать вместо молока бензин ну примерно так это шутка но насчет детей это уже не шутка какие еще вопросы так ну мхм Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так вы хотите меня спросить или объяснить мне что-то? Но вы подумайте еще раз, вы хотите спросить или мне что-то доказать? Ну тогда слушайте ответ. Вы понимаете, дело в том, что бабушки с дедушками не могут воспитывать детей. И причина заключается в том, что когда человек взрослеет, он становится очень взрослым, как бы стареет, он приближается к детскому возрасту сам, будущему своему детскому возрасту. В результате он начинает сильно привязываться к детям, и детям ему доставляют очень сильно много счастья. Фактически дети людям в возрасте доставляют гораздо больше счастья, чем родителям. Ну чем обычным их родителям. Но психика у пожилых у людей в возрасте гораздо слабее, чем психика у молодых людей, которые рожают детей. И в этом заключается несоответствие. Понимаете, с одной стороны сильное привязывание идет к детям у пожилых людей и сильное желание ими наслаждаться, а с другой стороны неспособность их наказывать совсем, потому что у них нет сил на это, нет воли достаточно. Поэтому пожилые люди, они балуют детей или создают ситуацию, в которой ситуация становится истеричной. То есть они не могут, они или балуют детей, или кричат на них, ругаются, то есть они не могут нормально их переносить. Почему? Потому что привязанность мешает вот это. Поэтому бабушки с дедушками только в крайних случаях должны воспитывать детей, когда это абсолютно безвыходная ситуация. Однако же в вашем случае это не безвыходная ситуация. Если есть настоящая мать этого ребенка, пускай она воспитывает девочку, должна воспитывать мать. У нее есть настоящая мать? Она жива или нет? Это ваша дочь? Ну тогда, значит, вы должны ее вернуть назад себе. Правильно. Ваш муж будет против, потому что в этом и заключается ваша карма. Вы бросили свою мужа, это значит, что эту карму отрабатывать будет ваша дочь, и она сейчас ее отрабатывает. Она сходит с ума для того, чтобы вы страдали. Поэтому вы должны что делать? Вы должны раскаиваться в своем поступке, то, что бросили мужа. И жалеть этого ребенка, потому что он страдает больше всего от этого всего сейчас, страдает неимоверно. Вы должны заботиться о муже так, чтобы он захотел вернуть эту девочку назад. Вы должны заботиться об этой девочке так, чтобы у ней сердце смягчилось и грех ушел из ее жизни. То есть вы должны по полной катушке молиться за обоих, раскаиваться и отмаливать свои грехи. Как только Бог простит вам ваш поступок жестокий по отношению к своему бывшему мужу, то после этого ваша дочка успокоится, и ваш муж постепенно захочет ее назад вернуть. Это значит, что ваша карма отработана. Если дочка ваша не вернется назад, то она не будет воспитанным человеком, всю жизнь вам будет приносить одни страдания. Если ваш муж не захочет вернуть вашу дочку, он будет за это отвечать уже. Потому что невозможно взять женщину одну. Если ты женщину берешь, то значит, ты ее берешь со всем паровозиком, на котором она едет. Интересно знать, что паровозик иногда бывает где-то в другом месте. Потом только он узнает об этом паровозике, и паровозик подъезжает потом. Женщина такое существо, она такая красивая, глазками хлопает, такая счастливая. Все, можно ее любить. Иногда оказывается, что у нее есть паровозик еще целый сзади. Даже в квартиру не помещается. Если взял женщину, бери паровозик тоже. Деваться некуда. Такова судьба. Иначе по шее получишь от Бога. Вы должны раскаиваться серьезно, вы наказаны судьбой. Как раз тот случай, который мы описываем сейчас. Так вы поймите, как раз ребенок и начинает отрабатывать карму родителей, когда у него наступает половое созревание. В этом и заключает секрет весь. Понимаете? Это бомба с этим, с часовым механизмом. Понимаете? 14 лет. Так всегда бывает. Дети до 14 лет, они ничего не отрабатывают. Они просто живут себе, у них карма не включается. Но как только наступает половое созревание, сразу все выходит наружу. До 14 лет такие хорошенькие, такие гениальные детки. После 14 лет, что только не прет изнутри, значит придется страдать. Сначала наслаждаемся, потом страдаем. Всегда работает такой механизм. Если мы детишек своих в попу сильно любим целовать и баловать их, значит часы включаются. 14 лет. Сначала наслаждаемся, после 14 лет будем страдать. Это называется страсть, привязанность сильная к наслаждению. Ребенок рождается, он приносит тебе счастье. Хорошо? Будь счастлив. Но знай, что ты должен ему приносить. А ты должен ему приносить строгость, честность, хорошее поведение свое, хорошее ему воспитание дать. Заботиться о нем, терпеть его и так далее. И тогда после 14 лет он будет отдавать тем же самым. Но в этом случае просто ребенок несет злую судьбу своей семьи. А что делать? Что делать? Надо просто жить дальше, страдать, молиться. В этом заключается смысл вашей счастливой судьбы. В этом заключается ваша жизнь. Понимаете? Вы должны ее прожить. Потому что ваша жизнь для вас самая лучшая. Это такая жизнь для вас самая лучшая. Понимаете? Потому что в прошлой жизни вы были мужчиной, который бросил тоже свою жену. Вот. И пострадали дети за это. Сейчас вы в этой жизни за это отвечаете еще раз за этот поступок. Ну то есть вам так лучше всего в жизни. Вот перемучиться и в следующей жизни быть уже такой с ангелочком, радоваться, летать, быть счастливой. Надо перестрадать сейчас чуть-чуть еще. Года три где-то помучаться так и все будет хорошо. Помолиться. Серьезно. Хорошо? Вот тут смотрите, сколько тут вопросов. Сейчас мы будем запиской отвечать на записки. Верно ли утверждение, что мы сами по себе любить не можем? И для этого нужна духовная сила. Это не просто верно, это гениально. Очень гениально сказано. Это факт. Некоторые люди думают, что у них хватает на всех любви. Ничего подобного. Любовь принадлежит Богу. Если человек честно перед Богом поступает, Бог всегда будет наделять его любовью. Столько любви будет давать, сколько необходимо для жизни. Даже если по карме сейчас не положено. Но если человек не хочет любить Бога и любит только себя, тогда он будет получать столько любви, сколько ему положено по карме. А получать положено по карме нам очень мало любви. Давайте старайтесь не разговаривать по телефону во время лекции. Мы говорили о сухости сердца. Но оно раньше очень любило. Горело, страдало. В какой-то момент жизни сердце стало каменным. Как растопить его? А это у всех так бывает. Не думайте, что это случайность. У всех людей в какой-то момент жизни сердце становится каменным. Это закономерность, это не случайность. Какой-то отрезок жизни у тебя в личной жизни будет каменное сердце. И надо просто это принять. Никак ты его не растопишь. Вот сколько положено, столько будет каменным. Надо в это время просто понять, что любовь на самом деле — это не наслаждение, это служение. Если человек даже с каменным сердцем служит близкому человеку, заботится о нем, не чувствуя назад никакой отдачи, потому что сердце каменное, он будет испытывать счастье в отношениях, и близкий человек тоже будет испытывать счастье. Каменность — это никак ни на ком не отразится. Но если ты почувствовал каменность сердца свою, и все, счастье твое закончилось, потому что наслаждения нет, значит, тогда извини, ты будешь страдать, близкий человек будет страдать. Моя коллега 41 год, 2 года изменяет мужу. Об этом знают все, возможно, даже муж. Ходит очень счастливая от мужа и ребенка, ему 18 лет, уходить не хочет пока. Что ее ожидает? Замечательный вопрос. Это всегда очень обычная схема. Если человек начинает изменять, всегда это одинаково выглядит. Сначала счастье и очень много. Потом крясть, раздолбанная судьба. Это второй этап. И третий этап — измученные жизни человека. И четвертый этап — покаяние или деградация. Одно из двух. Сначала счастье, потом страдания, потом человек ломается из-за этих страданий психических. И у него два варианта. Или он начинает раскаиваться и отрабатывает свои грехи раскаянием. Или он дальше опять уходит в ту же самую жизнь и полностью деградирует. Если вы хотите понять, что такое деградирует, он выйдет на улицу, посмотрите, там некоторые валяются под забором. Это из этой серии. То есть человек теряет себя как личность полностью. В этом проблема. Муж уходил из семьи к другой женщине. Это значит, что вы в этой или прошлой жизни делали то же самое. Поэтому не осуждайте его, а просто примите как наказание судьбы. Через два с половиной года вернулся. Замечательно. Значит, вы дождались. Значит, сильный человек. Сейчас живем вместе уже полтора года. Еще лучше. Потихоньку отношения становятся лучше. Замечательно. Теплее. Но муж продолжает полностью материально содержать ту женщину. Говорит, мне ее жалко. Пусть содержит. Ничего страшного. Были разговоры с ним на эту тему. И даже его обещание решить вопрос. А что, в чем дело-то? Ну, помогает женщине какой-то. Пусть помогает. Он же с ней гулял. Теперь он ей должен. Теперь придется ее содержать. А что делать? Такова судьба. Будьте сострадательны к этой женщине. Потом, честно, глядя мне в глаза, сказал, все, больше денег не даю. Оказалось, врал. Просто начал давать деньги более хитрым, изворотливым способом, чтобы я не узнала. Мы живем в достатке. Ну, тогда чего тогда беспокоиться? Мне не денег жалко. А чего тебе жалко-то тогда? Мне больно, что те отношения не закрыты. Да не отношения не закрыты, на самом деле, они закрыты. Просто человек, понимаете, он гулял, он признавался и в любви точно так же. А теперь он не знает, что с этим делать. и он раскаивается в этом таким образом, деньгами расплачивается. Понимаете, человек всегда, когда влипает в историю, ему приходится потом платить за это. Ну, дайте ему расплатиться, ну, что вы его мучаете-то? Пускай расплатится. Ну, покобелился немножко, ну, страдает теперь, расплачивается. Ну, примите его таким, сострадательно относитесь к нему. Представьте, он сейчас возьмет и рубанет ее, не будет давать денег. Что будет дальше? Он за это будет наказан. Гулял, обнадежил женщину, теперь перестал гулять, она страдает. Так? Ну, надо как-то расплатить. Ну, не значит, всю жизнь надо ей помогать. Ну, чуть-чуть пусть поможет. Но не надо общаться, просто деньги посылает. Если есть деньги, можно посылать ей какое-то время. Но потом перестать и закончить эти отношения. Тогда будет все правильно. Продолжать любить и терпеть? Конечно, продолжать любить обязательно. Все у вас хорошо восстанавливается. Вы отрабатываете свою карму с прошлой жизни, когда точно так же гуляли от своего близкого человека. Ставить ультиматум? Конечно, ставить. Надо сказать, ты платишь ей еще столько, ты и заканчиваешь, и все. Надо ставить обязательно, да. Нормально. Но надо простить эту женщину. Чувствую, что скоро взорвусь. Да не надо ждать, когда взорвешься. Надо прямо сейчас взрываться. Если чувствуешь, что скоро взорвешься, надо взрываться прямо сейчас. Это закон. Никогда не надо такие чувства копить внутри. Надо встать перед мужем и взорваться. Пускай посмотрит силу, мощь своего греха. Потом раскаяться перед ним, извиниться, сказать, извини, взорвалась. С любовью потом его обнять, сказать, прости, я иногда взрываться теперь буду. Потому что тяжело мне в такой ситуации жить, что у тебя еще кто-то там, кому-то ты что-то даешь. Ну, буду взрываться иногда. Он будет думать, что делать дальше. Надо быть искренним перед близким человеком. Не надо терпеть ничего. Хочется взрываться, взрывайся. Некоторые женщины думают, надо терпеть, до последнего, потом они рубят и возвращаться не хотят. Это греховно так делать. Если чувства какие-то появились, надо их показать, ничего страшного. Потом надо раскаяться, извиниться, если эти нехорошие чувства. А еще лучше их сжигать любовью своей, а еще лучше помолиться, чтобы не взрываться. Ну, всякое будет, но никогда не надо копить. Много сомнений и недоверия. А вот это вот уже извините. Если у вас много сомнений и недоверия, это и есть причина, почему он изменял. Вот знаете, интересно, женщины думают. Вот женщина, допустим, выходит замуж и думает, блин, не самый лучший вариант. могла бы и получше выйти. Если она так думает, это означает санкция, что он будет изменять. Потому что женщине не надо изменять самой, ей надо просто думать. Вы понимаете, женщина настолько сильное существо психически, хотя выглядит слабым, что вот, допустим, ей понравился какой-то парень, ей даже не надо с ним разговаривать. она просто решила, будет моим. И он сразу такой, пошел. Как загимнотизированный. Понимаете, женщина, когда она влюбляется, она эту силу в себе знает. А вот когда она думает не самый лучший вариант, она об этой силе даже не догадывается. Она же проклинает свою жизнь таким образом. Если женщина так подумала, он значит, он будет изменять все. У меня очень много сомнений. Так у тебя и были раньше сомнения. Если бы их не было, он бы даже не смог изменить. Если женщина не сомневается о своем муже, очень твердо как бы держится за личную жизнь, ему даже трудно на других женщин смотреть. У него совесть не позволяет. Он чувствует, что жена такая хорошая, он боится изменять. Но если жена не доверяет ему в сердце, значит, он будет изменять, потому что она дает ему на это санкции. Много недоверия. Так это ваши грехи, госпожа, ваши недоверия. Когда тебя уже предавали, невозможно предать ту женщину, которая до этого в своем уме сама мужчину не предала. Однако же интересно знать, что человек своему предательству не придает значения. Когда ко мне, у меня был такой случай, ко мне пришел один человек и начал рассказывать, какая у него паскудная жена. Она ему изменила. Рассказывал, рассказывал, я слушал, говорил, да, конечно, тяжело, да, ну, конечно, согласен. Когда он закончил рассказывать, я ему очень спокойно сказал, а теперь расскажите, как вы сами два года до этого назад изменили своей жене. Расскажите мне про себя также, какой вы паскудный человек. Давайте, я послушаю. Знаете, он так, он совершенно был опешим, потому что про свою паскудность мы разговаривать не любим. Мы любим только про паскудность близкого человека обсуждать. И он, знаете, что мне сказал? Ну, было дело так, я тогда еще не понимал, так, случайно у меня так нехорошо, вот, ну, ну, в общем, это у меня незакономерность такая. То есть, я когда из меня ее такой хороший, ну, просто, ну, как бы, я так мягкий и пушистый, но тогда я был вонючий и зеленый, нечаянно. А вот она паскудная женщина. Я говорю, идите домой, подумайте над своей судьбой. Пошел, думай. Знаете, когда человек ведет себя плохо, неверно в сердце своем, когда близкий человек изменяет, он становится, как будто бы он сам Господь обвиняет его, знаете, с таким пафосом. Но на самом деле он ведь не лучше. А вот когда человек, допустим, достойный, ему так получилось, что по карме положено, что его изменили, он относится с пониманием близкому человеку в этом случае. Он его прощает, старается простить его, любить. Но тогда видно, что человек достойный. И близкий человек это потом понимает, раскаивается и больше никогда так не делает. Но если человеку изменяет, он ведет себя недостойно, он делает из себя героя, там показывает, какой он святой. Это значит, что он не лучше, он такой же. Сам изменял сто процентов, просто он этому не придает слишком много значения. Может быть, даже уже и забыл. Такое тоже бывает, знаете. Но судьба ничего не забывает. Вот в чем проблема. Спасибо, хорошее письмо. Честное. В семье отец сильно пьет, потерял работу, у него много эгоизма и гордости. Я, как сын, могу помочь ему пробудить разум и пробудить интерес к самопознанию. Нет, не можете. Как сын. Мать и младший брат страдают. Очень хочу помочь семье, особенно отцу. Вы знаете, на самом деле вы не семье и отцу хотите помочь. Вы себе хотите помочь. Каждый человек хочет быть счастливым. Если отец пьет, допустим, семье плохо, тебе же тоже плохо, правильно? Правильно. Поэтому ты и хочешь помочь отцу, чтобы не пил, чтобы быть счастливым. Надо себе в этом признаться. Понимаете, в этом причина основная. И когда вот у тебя такое желание горит отцу помочь, чтобы быть счастливым, тогда ты ему никогда не поможешь. Потому что в этом случае надо сначала себе помочь. Быть счастливым независимо от того, пьет кто-то или нет. Если ты вообще хочешь кому-то помочь, надо сначала научиться быть счастливым независимо от ситуации. Потому что помочь можно только своим счастьем. Если у тебя счастья больше, стала, чем, допустим, у всех остальных, то ты тогда будешь жить в этой ситуации счастливо, несмотря на то, что все остальное вокруг страдают. Это значит, что ты можешь помочь, потому что ты не зависишь от этой ситуации, ее сильнее. Если ты сам страдаешь от ситуации, значит, тебе надо себе сначала помочь. А вот сначала научись жить так, чтобы тебя это не трогало, а потом уже это будет передаваться близким людям, и их сердца тоже будут меняться. Но когда это произойдет, ты заметишь одну удивительную вещь. Когда ты станешь сам независим от ситуации внутренней и счастливым, независимо от того, что люди близкие грешат, ты заметишь, что тебе станет их жалко, что твоя ненависть и злоба к ним пройдет, а у тебя появляется к ним снисходительность, заботливость и чуткость, несмотря на то, что они грешат, ты будешь чувствовать в них хороших людей, которые запутались. И это значит, что у тебя есть силы им помочь. Когда у человека есть силы помочь, он не осуждает человека, а он переваривает его психические проблемы и прощает ему, и пытается ему помочь. Осуждения нет в этом случае. Так должен действовать сын по отношению к отцу. Он должен переваривать его грехи и пытаться помочь, потому что воистину грехи отца являются признаком проявления твоей прошлой жизни. Ты был точно таким в прошлой жизни. И поэтому тебе показывают картинку, как не надо жить. Когда ребенок видит, как ведут себя родители, это картинка, как не надо жить, которая пришла к нему с прошлой жизни, от его прошлых действий. Картинка эта пришла. Наши родители нам показывают нашу прошлую жизнь, чтобы мы ему поучились и со стороны посмотрели, как не надо жить. И мы думаем, фу, какие плохие у меня родители. Нет, это твоя плохая прошлая жизнь. Они показывают тебе картинку твоей жизни просто, и все. Надо ее принять, эту картинку, простить. Тогда все будет нормально. Скажите, пожалуйста, как правильно поступать в ситуации, когда муж и жена расписались, но еще не поменчались. Мы очень хотим дать клятву перед Богом, но с детства мы покрещены в православной традиции, а сейчас нам стала очень близкой ведическая традиция. В какой традиции и как искать духовного человека, который совершит обряд. Первое, что вы должны сделать. Вы должны сходить в православную церковь, и по законам православной церкви помечаться, повенчаться там. Для чего так надо сделать? Для того, чтобы вам понятно было, что Бог это не проститутка, которую можно туда-сюда пихать. Если ты в православной церкви всю жизнь был, оставь свое сердце возле Иисуса Христа, полюби Его, дай Ему свою любовь и благодари Его за то, что Он тебя вел по жизни. Если тебе интересна какая-то другая духовная традиция, изучай ее. Но если ты чувствуешь, что ты, изучая другую традицию, теряешь любовь к Христу, это значит, что ты Бога как проститутку воспринимаешь. Бог, Он во всех духовных традициях есть. Если ты любил Бога как Христа, люби дальше. Зачем отказываться от этой любви? Это же кощунство. Вот если ты сможешь любить Его там, тогда ты сможешь полюбить Его в любой другой традиции. А если ты не сможешь так сделать, тогда ты придешь в другую традицию и точно так же поступишь с этой традицией. Разницы никакой нет. Потом тебя еще куда-нибудь потянет. Потому что это значит, что ты к Богу относишься очень поверхностно, несерьезно. Поэтому сначала надо поменчаться в православном храме, а потом посмотреть на свою жизнь. Если есть вкус другой духовной традиции, это не проблема. Можно Богу молиться одновременно в двух традициях. Это не проблема. Однако же, если ты попрал вкус свой, который уже у тебя был с Богом, это означает, что ты попрал свою жизнь. Бог не любит таких прыжков. Могут ли веды объяснить, что такое призрак? Например, видны на проявленных фотографиях видео. Ну, духи — это просто люди в тонком теле живут. Ну, что тут призрак? Мы так любим всему придавать слишком большое значение. Я, когда в Иваново лекции читал, господин Зейдонис вот здесь вот должен стоять, куда-то убежал. Он приехал в Иваново лекции, вы слушаете, такой городок маленький. Там сидело три бабушки такие на лекции и три таких бородатых мужчины такие сидели. Слушали, как Ленина в октябре. Очень внимательными. Такой маленький провинциальный городок. Я не знаю, что меня это занесло. Там лекции читал. Несколько человек ходило. Маленькая комната. Господин Зейдонис из Риги приехал туда. Я был очень удивлен. Приехал и тоже слушал вместе с ними. Так вот, мы там в этом городе жили в квартире, в которой два месяца до этого убирала бабушка. Мы об этом узнали от тех людей, которые нам сдавали. И они были честны и сказали, вы сможете жить? Я говорю, да, какая разница, все нормально. Мы очистим эту квартиру, бабушка будет счастлива. Вот. Но бабушка очень любила свою квартиру. И она не собиралась оттуда сматываться. Я об этом узнал чуть позже. В одну ночь я спал, и когда человек открывает глаза ночью, первую секунду он остается, во сне мы видим тонкое тело. Когда человек открывает глаза, первую секунду он продолжает видеть тонкий мир, а только потом включается в грубый мир. Так бывает во сне. Мы открываем глаза, и во сне, и с открытыми глазами видим тонкий мир, продолжаем видеть. И я открыл глаза, и увидел, как бабушка топает мимо меня в соседнюю комнату. самым свободным шагом деловым. Я испугался. Неожиданно для меня была бабушка какая-то. Я потом понял, что это бабушка, но я сразу-то не понял, что надо как-то уважать хозяина квартиры. Я начал хлопать вот так вот. И она дернула и пробежала сквозь стенку в соседнюю комнату. Я дальше лег спать. Попросил прощения у бабушки, лег спать, потом понял, что произошло. Ну вот и все. Призрак. Это не призрак, это бабушка, которая два месяца назад бегала по квартире в своем грубом теле, теперь бегает в тонком теле. Вот и все. Зачем придавать так много значения? «Сэр, а кто это воет? А кто это мяукает? Там на поле кошка баскервили. А кто это там воет? Собака баскервили. А что это за зловещая тишина? Кто издает эту зловещую тишину на поле? Рыба баскервили. Смешно? Вы относитесь как призрак. Вы относитесь к этому попроще. Какой призрак? Просто человек в тонком теле живет и все. Чего вы так паритесь по этому поводу? Вы когда сексом с кем-то ночью занимаетесь, в это время как раз приходит вам в гости такой товарищ. Они могут принимать форму как бы того человека в уме, на котором вы думаете. На самом деле человек же сам не приходит к вам сексом позаниматься в тонком теле, а приходит дух какой-то, который его замещает, по совместительству работает. Потому что им тоже сексом надо заниматься как-то в тонком теле. Поэтому они приходят по ночам. И в это время вы не говорите «призрак». Просто сексом занимаетесь с ним и все. Так надо принять, нормально относиться к этим живым существам. Не обязательно с ними сексами во сне заниматься, но относиться надо к ним пониманием, что вот всякие формы жизни есть, бывает в тонком теле. Надо их бояться, думать, что-то там плохо о них. Ну откуда я знаю, что там у вас летает-то? Может, летучая мышь какая-то летает, нет? А? А, сами летаете. Это нормально, я тоже летаю иногда. Я, когда был в 10 классе, я занимался по Кастанеде. Ну я изучал Кастанеду, но занимался по нему. Конечно, я понял потом, что это глупость большая. Но я, тем не менее, имел какой-то опыт, приобрел. То есть я что делал? Сначала по его наставлениям я начал во сне пытаться поднять голову. Тяжело было, но я поднял. Ну то есть на тонком плане голову. Потом я тренировался во сне, тренировал себя, сначала себя узнал во сне, научился узнавать. Потом начал поднимать голову, поднял. Потом я сел во сне, научился садиться, сел. Потом я встал во сне, научился вставать с постели. И вот так я тренировался месяцами, такая у меня была решимость. И потом я научился подпрыгивать, и, наконец, я взлетел в тонком теле, начал летать. Причем я видел все пространство, квартиры своей, все. И мне так понравилось, я начал вылетать через окно. Я на девятом этаже жил и думал, как классно, я не падаю. И так летал на девятом этаже. Потом я начал залетать в соседние, это было ночью, в соседние квартиры смотреть, кто как спит. Естественно, что я ничего не соображал, начал использовать уже то, что достиг. Потом этого мне оказалось мало. Я начал пугать всех, кто спит в тонком теле. Я залетаю. И все это продолжалось до тех пор, пока я не подлетел к одной бабушке. Маленькая бабушка такая щупная, спала. Я решил ее напугать. Сердце подсказывало, что не надо. Я решил напугать. Я ее напугал. Она проснулась и так меня перекрестила. Все способности пропали после этого. Пытаюсь сделать, ничего не получается. Помогла бабушка избавиться от проблем. Потому что когда человек начинает такой жизнью жить, в следующей жизни он будет жить как дух. Раз он такую жизнь принял, ему понравилось, значит все. Поэтому бабушка спасла меня такой несчастной судьбы. Правильно. Как меняется карма человека, сменившего свой пол? Карма не меняется, пол меняется. Карма остается в том поле, в котором была. Но человек начинает новую карму нарабатывать. В том поле, в котором он был, у него есть карма, ему надо ее отрабатывать. То есть если он мужчина, должен ответственность брать и все прочее. А он ходит как девочка. Новую карму копит. В следующей жизни он родится девочкой уже, как мужик будет. Опять пол придется менять. Когда человек рождается в таким вот двуполом, это означает очень тяжелая карма личной жизни. Почему? Потому что когда, допустим, человек становится настоящим мужчиной, в следующей жизни он рождается настоящей женщиной. Когда он не может вести себя как настоящий мужчина и становится очень женственным по природе, ему надо стараться быть мужественным. Но если он не хочет стараться и идет по этому пути, то рано или поздно придет момент, что когда он начнет сексом с мужчинами заниматься. И таким образом в следующей жизни он уже рождается мужчиной, у которого уже сильно хочется заниматься сексом с мужчинами. У него создается такая психическая структура. Это означает очень тяжелая судьба. Но преодолимая. У меня есть один знакомый в другом городе, который подошел ко мне, честно признался, что у него такая тяжелая судьба. Мы с ним выработали программу, как жить дальше. Я ему сказал, вот так-то, так-то. Ему сказал, никаких половых отношений с мужчинами, ни с женщинами, ни с птичками, ни с кем. Все, целебат полный. И он начал соблюдать целебат несколько лет. Просто отказался от половых отношений. И он признался потом через несколько лет, что уже слабее, но все равно тянет не к тому, кому надо. Я ему сказал, следующий шаг из чувства долга взять себе жену, начать заботиться о ней и как бы менять свои представления о счастье. И он так сделал. И у него меняется, то есть, ну, практически все уже. То есть, он уже чувствует себя нормально, полноценно вылечил себя, понимаете, сильный человек. Ну, мало кто. Сейчас люди с такими проблемами, они пытаются утвердиться в обществе и себе право жить, как они хотят, утверждают. В Америке у них уже есть полное право. Они без штанов. Там ходят, там есть русский район в Лос-Анджелесе. И они там с демонстрацией без штанов ходят, свои права защищают по улицам раз в год. Совсем сумасшедшие люди. Им правительство разрешило это делать. Вот этого карма не улучшается, к сожалению, от такого поведения. Почему у сына девяти лет обидчивый характер? Как помочь ему? Как маме и папе работать над собой? Если мама считает себя выше папы и ведет себя, доминирует над ним, и ведет себя жестко с ним, и командует, берет на себя ответственность, а отец принимает такую судьбу, значит, сын родится обидчивым, а дочь гневливой. Они поменяются местами. Будет развиваться неправильно, как наказание. Поэтому женщина должна смиренно относиться к мужу, слушаться его, а муж должен ответственность брать над женой. Тогда сын станет мужественным в этом случае. Муж постоянно придирается к сыну, 21 год. Он его во всем раздражает. Как вести себя жене в этой ситуации? Если женщина не слушается мужа, то сын будет не слушать своего отца. И это вызывает страдания у отца. Он начинает его раздражать, он злится. Как жене помочь? И жена от этого тоже страдает. Как ей помочь? Начать слушаться отца. У сына тоже поменяется отношение к отцу. Он тоже начнет к ним прислушиваться. И постепенно ситуация разрешится, сгладится. Если мужчина видит, что женщина не хочет слушаться, и ситуация рушится в его жизни, он должен проявить твердость и решимость. И внутренней твердостью и силой мужской он должен поставить жену на место. Он должен твердо, очень решительно с ней себя вести, сражаться с ней, военными действиями завоевать уважение к себе. Не позволять ей вести себя с ним так, чтобы она унижала его при детях. Он должен твердо вести себя, но с любовью. Твердо означает не позволять. То есть жена, допустим, начала грубо себя вести, надо ей ответить очень твердо, внутренне сильно. И наказать ее, если она продолжает так себя вести. Ну, со своим поведением, не бить там ее как-то, ну, как бы, ну, посчитать ее наказанной. Лишить ее ласки, любви, заботы и так далее. Отстраниться от нее, наказать. Так мужчина вырабатывает чувство собственного достоинства. В какой-то момент он становится сильнее женщины, и она смягчается тогда. Она уступает ему. Женщина склонна уступать в какой-то момент. Но не сразу. Она будет сражаться до последнего. За право быть мужчиной в семье. Где-то говорят, что женщина так воспитывает мужа. Она грызет сук, на котором сидит. До тех пор, пока он не станет железным, крепким, чтобы его уже не перегрызть. Тогда она успокаивается. Или пока она его не перегрызает и падает с этим суком перегрызанным. Пучину своих страданий. Женщина разбывает берега. Мужчина как берега, женщина как река. Она размывает все время. Пытается подорвать авторитет мужа и потом так рушит свою судьбу. Потому что женщина разумно этого не делает. Она старается мужа воспитывать, но при этом не рушит его репутацию, авторитет, чтобы самой не пострадать. Скажите, пожалуйста, если муж во всем идеален, заботлив и относится к жене как к святому в своей жизни, но один раз изменил. Жена его воспитывала, отдалилась, ушла на время. И когда мужчина искренне раскаялся, осознал свою ошибку, тогда жена его простила и вернулась. Как должна поступать жена, если такая ситуация повторится? Вы знаете, проблема-то здесь не мужа. Вот муж относился по божественному женщину, уважал ее, ценил. Хороший муж? Хороший. Почему изменил? Потому что жена плохая. Мужчина изменяет, если жена его не любит. Мужчина нуждается в любви. Ему нужна любовь. Женщина является источником любви. Поэтому она может любовью обмениваться с кем угодно. Она может даже с подружкой почирикать и обменяться с любовью. Она может с детьми это делать, с тещей, в смысле с мамой, с кем угодно. В том числе и с мужем. А муж, он не является источником любви. Он заимствует любовью жены. И если у него любви не хватает, он сильно страдает таким образом. Ему нужна любовь от жены. Поэтому обязанность жены давать любви мужу столько, чтобы он был удовлетворен в жизни. Но если она совсем не дает ему любовь, очень гордится собой, потому что он считает ее богиней. Она тоже себя считает богиней. Все классно. Результат какой. Он в нехватке любви ломается. Потому что есть женщины, которые чувствуют нехватку отношений с мужчиной и готовы на все. Женщина без мужчины готова на все. И если она видит, что женщины очень сильно просекают мужчин, которым не хватает любовь. Они прям вот очень сильно просекают их. И начинает им глазки так раз, раз. И он пошел, 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 пошел. Раз, прыг в постель. Все, привет. Если жена не дает любовь, что мужчине делать? Надо понять, почему она не дает любовь. Потому что мужчина не ведет себя по-мужски. Он не вызывает доверия, уважения. Не вызывает верности. Не вызывает того, что женщина хочет отдать любовь. Ну, то есть надо мужчиной стать. Надо заботиться о женщине. Надо ответственность взять за ее жизнь. Надо уважать ее. И так далее. Много чего надо. Мужские есть же обязанности тоже, не только женские. И тогда женщина рассмекает и начинает давать любовь. Это уже мужская тема, понимаете? Когда мы говорим про мужчин, мы говорим, что мужчинам надо делать. Когда мы говорим про женщин, мы говорим, что женщинам надо делать. Нет такого, что мужчины все хорошие, женщины им не дают любовь. Нет, у мужчины тоже есть ошибки, почему жена не дает. Но это уже мужская проблема, а не женская. Если женщина думает о мужских проблемах, а мужчина о женских, тогда счастья не будет в семье. Вы думаете о своих проблемах. Я же говорю об этом не для вас, а для женщин. А вы записываете, да? Моя жена не дает мне любовь. Так записал, чтобы не забыть. Нет, я не для вас это говорю. Вы записываете то, что вам надо в лекции. Скажите так. Сколько раз можно так прощать? Очень много раз можно так прощать и нужно много раз прощать. Воспитывать, чтобы муж не решил, чтобы может изменять бесконечно. И жена все равно вернется. Знаете, я вам одну вещь хочу сказать. Вы в полной иллюзии находитесь. Вы просто поймите, что просто так человека судьба не наказывает. Если муж изменил, значит вы в прошлой жизни сами изменяли своему близкому человеку. Или уже в этой жизни. И просто примите это как наказание судьбы. Если вы так принятие, вы не будете выпендриваться перед своим мужем дальше. Изменил, значит я наказан. Не надо ему об этом говорить, конечно. А то ему понравится наказывать. Надо просто понять внутри себя, что произошло. Что достоин, то и получил. И так поняв это, настрой изменится. И к мужу будет лучше отношение, ласковее, заботливее. Надо с одной стороны наказать его за то, что он изменил. А с другой стороны, дальше надо сделать вывод. И начать уже с любовью относиться к нему, чтобы он больше не думал о других женщинах, его не тянуло. Но поймите, что мужчина изменяет иногда без своего желания. Если ему в семье любви не хватает, он начинает сильно страдать. У него есть выбор. Три варианта. Первый вариант. Уйти с ушами в работу и дома не показываться. Там искать любовь. Второй вариант. Спиться. И третий вариант. Изменить. Четвертый вариант. Уйти в монахи. У Бога искать любви. Видите, все варианты для женщины не очень приятны. Поэтому надо просто понять, что надо выполнять свои обязанности, тогда муж не будет изменять. Как можно охарактеризовать молодого человека, который порвал отношения с друзьями, родителями, родственниками, ушел в монастырь и предался Богу? Аргументируя, что вне храма все материальный мир, полный иллюзий и страданий. Является ли он малодушным по отношению к своим обязанностям? Не трогайте этого молодого человека. Если он так считает, это очень хорошо. Не думайте, что он всю жизнь в храме останется. Если он так ушел в храм, значит, ему нужно там чему-то научиться. Несомненно, его хорошим вещам там научат. Надо просто ему в храме пожить какое-то время. Это его судьба. Конечно, он малодушный человек, без сомнения. Потому что, чтобы уйти в храм, надо благословение сначала заслужить у родственников, чтобы они тебя благословили, а не просто пнуть всех под зад и уйти в храм. Нет, так неправильно уходить в храм. Надо получить милость сначала от близких, а потом уже уходить. Они должны осознать, отпустить тебя с добрым сердцем, благословить. Ну, так или иначе, ушел в храм. Это неплохо. Мужчине вообще для того, чтобы созреть, нужен целебат. Хотя бы каким-то образом нужен целебат. То есть нужно отречение от женщин хотя бы на какое-то время. Если, допустим, молодой человек с 17 до 20 лет, отрекшись от женщин, развивается в аскетизме, в аскезе, ну, живет в храме, допустим, там, занимается духовной практикой только, то знайте, что он постепенно очень сильно созреет как мужчина. Как только он созреет как мужчина. В храм ведь не только мужчины ходят, правильно? Как только он созреет как мужчина, девушки рядом с ним начнут расцветать. Как только они будут его видеть, от них будет исходить чудесная сила, сияние, счастье и любви. Знаете, хоть ты в храме живешь, хоть не в храме. Когда от девушек такая сила исходит, сердце твое постепенно начинает таять. И придется признаваться в любви и жениться. И будет нормальный потом парень. Женился, значит, жена его заставит работать. В храме он уже жить не будет. Она его скрутит бараний рог, скажет, иди работай, разжениться. Все, она его родину любить научит. Не волнуйтесь. Поэтому пускай живет до поры до времени в храме. Не думайте, что он там надолго останется. В храме остаются только очень серьезные люди. А серьезные люди так в храм не уходят. Они по-другому туда уходят. Совсем по-другому. Если человек ушел в храм таким образом, это значит для него как санаторий. То есть он просто учится жизни там, становится зрелым мужчиной. Как только созреет, его кто-нибудь сапает. Не волнуйтесь. Долго такие люди в храме не остаются. Два, три, четыре года и все. Но зато каким человеком он потом там станет? Потом созреет, станет очень ответственным, серьезным человеком. Это хорошо очень, что он ушел в храм. Это хорошая новость. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо за все, за ваше наставление. Увы, пройдет всего каких-нибудь 30-40 лет. И большинство из сидящих в этом зале окажутся в мире ином. Могли бы вы как-нибудь так устроить, чтобы мы и в будущей жизни могли вместе с вами двигаться к Богу под вашим чутким руководством? 40 лет спустя зал такой. 2060 год. Рига. Продолжаем наши беседы о семейных отношениях. По многочисленным просьбам. Вы должны понять, что человек не управляет своей жизнью. Есть такая наука. Вот будут приезжать сюда буддисты, они вам расскажут, как это работает. В ведах описано, что есть на определенном уровне святости человек может с помощью своей мистической силы заставить себя воплотиться в следующей жизни для того, чтобы опять людям давать знания. Но это очень высокий уровень развития разума. Понимаете? На высоком уровне развития разума человек может, способность такую имеет, чтобы так воплощаться. В веды, ну не веды, а есть в истории существует такой интересный пример. Я уж не помню, в каком городе, в Южной Индии есть небольшое селение, в котором стоит храм. И слышали, да, эту историю? И в этом храме живет один священник, святой человек в тонком теле. До сих пор там живет. И он сказал своим ученикам, что я буду давать вам наставление в течение ближайших 500 лет. Ну оставаться в тонком теле и продолжать давать вам наставление. По своему желанию он так решил. И когда во времена британского правления британцы захватывали территории, индусские как бы делили между собой, то на территорию этого храма пришел один управляющий британский и сказал, кому принадлежит этот храм. И священник сказал, что храм принадлежит такому-то, такому-то человеку. И он говорит, я хочу у него забрать этот храм, я хочу с ним поговорить. Он говорит, тогда, пожалуйста, пройдите внутрь храма и поговорите с ним. Он прошел внутрь храма. И говорит, здесь такой-то человек? Голос ему сказал, да, я здесь. И тот сказал, вот я хочу у вас взять храм, там туда-сюда. Он говорит, ну у вас ничего не получится, потому что я в ближайшие 500 лет здесь буду оставаться в этом храме, и вы никак меня отсюда не выгоните, и поэтому вам надо идти, другое место себе найти, чтобы взять. И он говорит, а с кем я, собственно, разговариваю? Я могу вас увидеть? Он говорит, нет, не можете, потому что я в тонком теле. И он начал бегать по храму, искать не нашел никого, страшно перепугался, короче. Пошел назад, говорит, с кем я говорил. И тот ему рассказал, что там был духовный учитель, жил вот столько-то лет назад. Теперь он в тонком теле нам проповедует. Он испугался и убежал из этого места, больше не приходил. Вот, поэтому это очень сложно. То, что вы просите у меня, это как бы, чтобы не только себя воплотить в следующей жизни в Риге, но и всех остальных, весь зал как бы, ну это только Бог может так делать. Вы его попросите. Как драгоценные камни уменьшают влияние планет? Они не уменьшают влияние планет, они его перенаправляют. То есть они, драгоценные камни, работают как призмы, которые, вот знаете, солнечный свет фокусируют, такие кристаллики, точно так же действуют драгоценные камни. Если правильно подобрать драгоценный камень, он хорошую энергию в человеке усиливает планеты, а плохую энергию уменьшает. И таким образом нейтрализуется плохое влияние планеты, на этом этапе карма не реализуется. Это не значит, что она отрабатывается камнями. Нет, просто она не воплощается в жизнь. Бывают такие ситуации, когда человек от кармы должен умереть или сильно заболеть. И для этого существуют драгоценные камни. Если человек сведущ в этом знании, он ставит камни, и у человека карма не реализуется. Он при этом должен заниматься духовной практикой, отрабатывать эту карму. Так он выигрывает время. Это примерно можно, знаете, с чем сравнить. Что, допустим, идет война, и войско оказалось малочисленным по отношению к противнику. Их мало, а противника много. И мудрый мой начальник, он принимает решение отступить. Он отступает к основной части войска и потом большими силами уже нападает. Понимаете? Точно так же при сильной болезни человек должен поступать. Он не должен сейчас отрабатывать карму. Он должен отступить, полечиться, а потом очищать свое существование уже большими силами в здоровом состоянии сражаться с своей судьбой. Вот так действуют камни. Если человек использует камни для того, чтобы наслаждаться, как мне одна написала. Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Я вылечила сердце, теперь я могу пить пиво, и у меня оно не болит. Даже от трех литров пива сердце не болит. Думаю, пожалуйста, полечил. Вам задали вопросы в визуализации. Вы ответили, что визуализация – очень вредная практика. На чем основывается ваше мнение? На чем основывается ваше мнение? На ведическом знании основывается. Я объясняю вам, что когда человек чего-то сильно хочет, то он таким образом вытаскивает из своего сердца свое благочестие. Это описано в ведах. Вот на этом все основывается. Человек должен не с помощью визуализации менять свою судьбу, а с помощью правильных поступков. Понимаете? Тогда это будет честно по отношению к жизни. А если вы думаете, что просто посидел, попредставлял, и все в жизни должно получаться, будет получаться какое-то время, а потом вообще ничего не будет получаться. не думайте, что я с вами тут шуточки шучу. Серьезные вещи мы обсуждаем. Спасибо. Так. Скажите, как правильно сделать, если помолиться надо сразу за несколько усопших родственников. Папу, бабушку и так далее. Ставить фото всех в ряд? Конечно, а что? или по отдельности? Интересует ваше мнение о гадателях на картах? Таро и так далее? О снах? Существует много мистических практик, во время которых человеку показывают какие-то события в будущем. Эти практики, с одной стороны, имеют правильное место, а с другой стороны, часто обманывают. И карты Таро, и все остальное, эти вещи все могут предсказать будущее, если ты его достоин. Но чаще всего они тебе предсказывают будущее не в том свете, в котором тебе поможет. Понимаете? Ведь важно не то, как будущее произойдет, а как ты к нему относишься. Я уже говорил по поводу двух браков. Ведь можно так предсказать, что человеку захочется развестись, а можно так предсказать, что ему захочется сохранить семью. Понимаете? Все зависит от того, какой уровень сознания у предсказателя. Вот. Что касается фото, то надо ставить всех сразу и молиться за всех сразу. На всех хватит молитвы, не надо думать, что надо по очереди. Мы не знаем, кто вперед и больше нуждается в нашей помощи. Надо смело всех сразу отмаливать. Насчет гадателей я вам скажу, пожалуйста, не связывайтесь с ними, будьте осторожны. В большинстве случаев они просто вам испортят жизнь. сходите к астрологу, основные моменты жизни узнаете, если его заносят, сходите к другому. Просто основные какие-то важные моменты астролог скажет, и это очень практично и ценно. Но не нужно думать, что он вам всю жизнь сможет объяснить и прожить за вас. Скажите, пожалуйста, может ли женщина первое сказать мужчине, я тебя люблю? Если нет, то почему? Потому что таким образом она испортит мужчину. Она лишит его возможности стать настоящим мужем. Это уникальный период в жизни, когда мужчина влюбился в женщину и ухаживает за ней. Это уникальный период для мужчины, потому что в это время его можно воспитывать очень легко. В это время ему можно просить его менять вот эту привычку. Он все будет менять себе. Потому что, когда мужчина добивается женщину, у него настолько много силы работать над собой, у него разум очень активизирован в это время. И его надо воспитывать, развивать отношения, углублять их, надо в нем воспитывать ответственность. И поэтому женщина должна долго, как можно больше держать дистанцию от него. И при этом делать так, чтобы у него чувства не остыли. Женщина должна вести себя точно так же, как солнечный зайчик. Его хватаешь, он раз выскочил. То есть она должна как бы сиять, сверкать, радовать глаз, но при этом не давать возможность себя совсем захватить. И так мужчина привязывается сильнее и сильнее, начинает все больше и больше уважать женщину. В конце концов, у него появляется к ней серьезность и ответственность. И он считает ее важным человеком в своей жизни, начинает сильно ценить, уважать, заботиться и так далее. Все самые лучшие качества просыпаются в нем. Однако же, если она ему позволяет лишнего, он начинает наглеть и наоборот все теряет, все хорошие качества теряет. Так женщина может или помочь мужчине, или распустить его, одно из двух. Поэтому первое, говорит, я тебя люблю, женщина не должна мужчине. Ни в коем случае. Это большая ошибка. Какие манипуляции запрещены при принятии родов как доктору, так и матери? Веды объясняют, что роды лучше не принимать отцу. Потому что, когда отец принимает у своей, ну, муж у жены принимает роды, то в это время он настолько глубоко это все воспринимает, что он сокращает свою продолжительность жизни. Поэтому лучше пускай принимает кто-то другой. Тоже нежелательно. Веды объясняют, что мужчина сильно как бы это близко к сердцу все принимает, поэтому у него, он стареет от этого. Теряет силы очень сильно. Поэтому лучше быть подальше. Потом, когда рожает уже жена, тогда прийти. И женщине тоже лучше так, потому что, ну, она, когда муж рядом, она расслабляется слишком сильно. Ну, как бы, ей тяжело рожать уже. Некогда рожать. Сильно хорошо становится. Ну, то есть, ну, веды не советуют, в общем. Но, какие манипуляции? Ну, какие манипуляции? Надо просто принять ребенка. Какие манипуляции? Все, что помогает принять ребенка, это хорошо. Все, что мешает, значит, плохо. Что тут нет особых каких-то ограничений? Просто надо родить женщине, понимаете? И все хорошо, чтобы она родила. Все, что вы делаете, если облегчает роды, это хорошо. Все, что мешает, это плохо. Если надо лекарства принимать, чтобы родить, надо принимать лекарства. А что делать? А если эти лекарства химические, ну, значит, химические надо принимать. Если родить не может человек, надо помогать ему любыми способами, иначе будут проблемы. Сестра болеет депрессией, бывают атаки, паники. Доктор выписал антидепрессанты. Как выйти из этого без лекарств? Первое, что надо понять, надо из этого выйти. Если вы не можете выйти без лекарств, у вас нет силы, знания, опыта, значит, надо пить лекарства. Не думайте, что если человек находится в депрессии и уходит в психическую болезнь, вы не даете ему антидепрессанты, думая, что он привыкнет к таблеткам, лучше пусть уходит в психическую болезнь. Вы ошибаетесь. Если психика сорвется у человека один раз, потом этот станет цикличным. Понимаете, очень трудно вывести человека из этого цикла. Когда у него психика сильно срывается один раз, потом дальше опять энергия будет накапливаться и разряжаться. Накапливается и разряжаться. И он так постепенно будет становиться психически больным. Поэтому, чтобы психика не сорвалась, как только ты чувствуешь, человек близкий свихивается, немедленно надо давать ему антидепрессанты. Немедленно. Транквилизаторы, то есть лекарства, которые выпишет психиатр. И поддерживать его в этом состоянии. И только, когда вы его немножко привели в порядок, тогда уже думайте о том, как его вылечить. Эти антидепрессанты, они не вылечат человека. Они просто как-то его сдерживают, но ситуация не меняется. Мы лечим психические заболевания камнями. Ставим камни, они нормализуют движение энергии психической. Во многих случаях, если шизофрения там не запущена, депрессия не запущена слишком глубоко, то человек быстро восстанавливается. А если глубоко запущено, значит медленно восстанавливается. Но камни по-любому постепенно психику приводят в порядок. Поэтому надо копить денежки, значит лечиться камнями. Если вы знаете травные способы, как вывести человека из шизофрении, лечитесь травами. Это будет дешевле, я так думаю. По крайней мере, камни — это не дешевое лечение. Пытайтесь найти способы. Они есть, такие способы. Можно лечиться закаливанием. Иногда купание в проруби вылечивает человека психически больного. Иногда дыхательные упражнения. Иногда молитвы вылечивают. Бывает святой человек просто помолится рядом с ним и он вылечивает человека от психического заболевания. Дети выросли и живут отдельно. Отношения с мужем сложные. Одна мука. Надо дальше терпеть или можно разводиться. И дальше одной духовно развиваться или обязательно это делать в браке. надо понять, что женщина не может одна духовно развиваться. Как только она одна остается, ей опять хочется быть с кем-то. У женщины психика устроена, что она развивается только в отношениях, в любви. Но это не означает, что надо обязательно с таким человеком близко жить. Если дети выросли, вы не можете с ним жить рядом. Поживите отдельно. Не разводитесь никуда. Поживите отдельно, молитесь Богу, чтобы отношения улучшились. И в этом заключаться будет ваша духовная практика. Потом, когда отношения будут улучшаться, вы сближаетесь с ним, какое-то время ухудшается, опять отдаляетесь. И вот так постепенно можно изменить отношения со временем. Но часто люди так сильно отравляют отношения, что им долго будет трудно вместе жить. То есть надо все равно понять, что если Бог дает испытания, не надо думать, что духовная практика означает бежать от этого испытания. В этом и заключается духовная практика. Бог дал испытания, мы его преодолеваем. или, допустим, вы приходите к какому-то наставнику, он вам говорит, у тебя испытание колоть дрова. Это твоя духовная практика, коли дрова. и ты говоришь ему, я не хочу коротить дрова, пойду заниматься духовной практикой. Это вред. Понимаете? Бог всегда дает нам духовную практику, чтобы мы занимались испытанием. Иначе как ей заниматься? Надо же очищаться. Вот тебе дан муж такой плохой, не любишь ты его. Ну вот испытание есть твое. Вот и люби его, учись, с ним отношения строить и изменяй свое сердце таким образом. Сурово? А это жизнь. Она такая суровая. В этой жизни люди раком болеют, с ума сходят, бросают друг друга. Понимаете? Это суровая жизнь, мы же в ней живем. Сейчас в Риге царит холод. Холод не то, что там похолодало, а холод судьбы. Люди реально находятся в тяжелой карме. Я вот иду по улице смотрю, сгущаются краски. Холод судьбы пришел вам, потому что Бог так хочет, чтобы вы лучше стали. Он очищает вас. Значит, вы избранные в этом отношении. Это неплохо, то, что кризис идет, это хорошо, потому что люди будут работать над собой, они очистятся, и потом пойдут в светлую жизнь дальше. После кризиса много счастья становится в стране. Вас будут писать светлые песни. Смотрите, люди начали ходить на лекции духовные, образовываться, и это сейчас массовым явлением станет у вас в стране. Во время кризиса люди очень сильно меняются, они очищают свое существование. Кто-то ломается, конечно, но это неизбежно. Поэтому не думайте, что что-то плохо в жизни бывает. Всегда все хорошо. Надо просто принять это. Вот судьба суровая, прими, и тогда тебе будет хорошо, ты поймешь. Кстати, хочу сказать вам, кто серьезно духовной практикой занимается, для того, кризиса нет. Это гарантия. Нет кризиса для таких людей. Даже люди просто прибежище взяли у храма какого-то, тоже нет кризиса. Во время кризиса появляется много меценатов, которые кормят людей верующих. Они с голоду не помрут. Даже вот сейчас в Решнаицком храме каждый день куча народу кушает. Государство снабжает деньгами. Люди приходят, кушают. С голоду не помрут. Человек начинает духовной практикой заниматься, Бог ему помогает. Не будет никаких проблем, сто процентов. Бог поможет, не будете не голодать, ничего. Как успокоить мужа, если он ревнует к моему прошлому? Бывает так, человек к прошлому ревнует. Если мужику рассказать свою прошлую жизнь, он и к ней будет ревновать. Не то, как к настоящему прошлому, к прошлой жизни будет ревновать. А ты в прошлой жизни с кем была? Да я в прошлом жизни мужиком была! если муж ревнует, надо его охладить. Это значит, что чрезмерная привязанность у него в сердце. Знаете, здесь очень просто. Если человек сильно привязывается, значит, надо от него отстраняться. Чем сильнее привязанности, больше отстраняться, чтобы охладить близкого человека. Чем меньше привязанности, надо приближаться. Так регулируется отношение. Понимаете? Вы когда телевизор не видите, что там показывают, поближе садитесь. Когда слишком близко, вы отстраняетесь. Точно так же в семейной жизни. Чувствуете привязанность сильная, ревновать начал, отстранитесь чуть подальше, он успокоится, отрезвеет. Это работает очень как механика. Это механика, понимаете? Просто отстранилась чуть побольше. Раз, все, психика отрезвела, успокоилась, перестала ревновать. Все очень просто. Если ревнует, значит, слишком близкие отношения. Слишком много секса, значит, жизни. Надо отстраниться чуть-чуть, сделать так, чтобы меньше было секса, меньше ревновать будет. Чем больше секса, тем больше привязанности. Чем больше привязанности, тем больше животных инстинктов в отношении. Ревность, злоба, жестокость, ругань, хамство. Все это признак чрезмерной привязанности. Отстраняется, уважение больше становится. Надо регулировать отношения всегда. Почему по судьбе даются соседи, которые на нас ругаются? Хотя говорят на духовные, на других тоже. Хотя говорят на других тоже. Спасибо. Ничего вам легче станет от того, что я скажу, почему по судьбе так получается. Ну хорошо, я скажу. Я уже говорил на эту тему много раз, что на самом деле, если соседи ругаются, значит, у вас очень корыстный настрой в семье. У вас эгоизма в семье больше, чем положено. И этот эгоизм давит на мозги всем вокруг. Эгоизм, когда в семье находится лишнего эгоизма, воры проходят мимо квартиры, опа, чувствуют, вот здесь надо своровать. Почему? Потому что эгоизм прет из этой квартиры. А если там бескорыстия много, они проходят, им неинтересно это. Даже если там есть деньги, все, им неинтересно, они проходят мимо. Но там, где есть эгоизм, они все равно последнее вытаскивают. Если соседи начинают ругаться, значит, у вас слишком много корыстных желаний, вы слишком для себя живете в квартире. Эгоизм осталось слишком много, попер на соседей, значит. Они начали ругаться, злиться, вражда началась. Надо бескорыстнее жить. Надо соседей кормить пищей освещенной, собачек их кормить, кошечек, птичек кормить вокруг. Ну, что-то делать такое бескорыстное. И атмосфера смягчится, и соседи успокоятся сразу. Это работает. Попробуйте, работает на 100%. Ваше мнение о трансплантации органов после смерти. Но что делать? У человека почки отказали, ему нужна искусственная почка. У человека умер, ему почка уже не нужна. Или нужна? Не нужна ему почка уже. 100% не нужна. Если ему пересаживают, его почку берут, другому человеку пересаживают и спасают ему этим жизнь, так этот человек в тонком теле будет благодарен, он подумает, классно, блин, я уже почку не использую, ее другие используют. Он будет очень благодарен, потому что эта благотворительность, он даже своей почкой пожертвовал неосознанно для жизни другого человека. Это же здорово. Ничего плохого в этом нет. А что плохого? Человек умер, все умер. Зачем ему нужна почка? Не нужна? Нет, 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 это все ерунда. Это же не то, что насилие над ним совершают. Он просто умер и все, оставил тело. Почку пересадили. Просто человек, который пользуется почкой умершего, он таким образом благословляет судьбу того, кто умер. А умерший берет его хорошую карму, тому, кому он дал почку свою. А тот как бы, ну, умерший берет хорошую карму, а тот отдает ему свою хорошую карму. Понимаете? Часть хорошей кармы. Потому что ему что грозила? Смерть этому человеку. А он спасся, жизнь сохранил. Это значит, что он чем-то обязан тому человеку. Он просто должен этому человеку в будущей жизни он будет этот долг отдавать как-то. Ну, допустим, тот родится его сыном, понимаете? Ну, то есть он какие-то отношения ступит с ним потом, будет как-то ему отдавать этот долг. Спасет его от смерти, допустим, по судьбе. Он почку, вот смотри, представьте, человек умер, не знал, не гадал, а тут такая классная ситуация. Взяли почку, короче, пересадили, еще и он почкой своей может кому-то послужить. В следующей жизни его от смерти спасают за этого. Хотя он сам ничего не сделал, просто умер и все. Классно же? Ничего плохого в этом нет. Какова причина, что некоторые заболевают вирусом, а другие нет, несмотря на эпидемию? Отчего иногда бывает трудно выздороветь долго? Вы знаете, дело в том, что сейчас на земле копится энергия насилия. Люди убивают каждую секунду тысячи животных. и это все скапливается в атмосфере. Когда энергия насилия скапливается в атмосфере, то появляются болезни, которые уничтожают жизни людей. И так как сейчас современная медицина не может бороться с вирусными заболеваниями, поэтому эти болезни накапливаются в вирусах. Вот когда карма тяжелая в атмосфере, то будут размножаться те инфекции, с которыми человечество не может справиться. Допустим, мы с ОСПой справились, она не размножается, но с вирусами пока нет, поэтому вирусы звереют. Вот этот вирус гриппа, который сейчас ходит, два вида вируса гриппа, я сейчас обнаружил, один из них месяц косит человека, то есть он месяц болеет этим гриппом, а другой три месяца. То есть человек заболел, три месяца не может выздороветь от этого гриппа. Почему? Потому что очень жесткое влияние. я своими глазами видел, как моего знакомого женщина, жена забеременела на пятый месяц беременности, она просто пошла в магазин, заболела гриппом, и через два дня у ней произошел выкидыш, потому что этот вирус просто выбил плод из матки, ну то есть он убил его просто. Такой зверский вирус, сильный очень. Что делать? Веточки сосны с иголками, вот такие вот кусочки свежих веток. Берете, привязываете на правую руку сверху вот так вот и на правую ногу и носите, не снимая. Чувствуете, нос запершило, глаза заслезились, голова заболела, все, значит, пришел к вам друг. Надо поставить ветки и носить. Через два-три дня вы почувствуете облегчение, поносите еще немного. Как только почувствуете, ветки перегружают, голодова, тяжелая становится, жарко становится, затылок давит, значит, вы уже вылечились, снимите ветки, все, вам легче станет. Если постоянно гриппом болеете, значит, берите визу, билет в Москву, прийти на один день, я вам кольцо вот такое вот из кораллов поставлю, и все, никаких шансов вам вирусным заболеванием заболеть после этого. Это гарантия. Правую руку, правую ногу, запястье, лодыжку, и все, и каждый день ветки меняете, раз в сутки ветки меняете, и все, и вы не будете гриппом болеть. А кто-то заболел, поставьте, пока не вылечится. А если вы поставили ветки, и вы чувствуете, легче стало, но все равно болеете, ничего страшного, продолжайте носить, просто бывает так, что вирус уже глубоко в организм зашел, нужно больше времени, чтобы его вылечить. Но все равно они будут действовать и вылечат вас. Я уже говорил, когда Латвия выйдет из кризиса, что я вижу, что через полтора года потепление начнется, лучше станет вам жить. Но еще год будет ухудшение идти в ситуации, где-то 9 месяцев, потом начнется постепенное улучшение, но вы не заметите, через 9 месяцев, что улучшается. На тонком плане сначала будет улучшаться. А вот через год уже вы заметите, что получше чуть-чуть, но все равно будет тяжело. А через полтора года произойдут события, которые изменят судьбу. Станет легче. У меня трое детей. Один аборт. Как спасти душу? Какие мои действия? Раскаяние, молитва. Все очень просто. Душу спасать просто. Всегда молитва, раскаяние. Простые вещи. Надо думать, что какие-то особенные действия. Женщине 30 лет. Два выкидыша. Одна труба удалена, другая повреждена. Можно ли использовать экстракарпанальное оплодотворение? Конечно, можно, а что нельзя? Надо зачать любыми способами ребенка. А что делать? С любовью относитесь к мужу. Отформите правильное отношение. Если не можете зачать так, пробуйте зачать как угодно, как можете. но если труба одна повреждена, но она цела, можно камнями ее вылечить. Можно поставить камни, она там восстановится. Энергетически можно вылечить. Не обязательно использовать в этом случае такие методы. То такие родственные души. Есть ли смысл стремиться встретить такую душу в своей жизни? А мы все родственные души. Бывает по судьбе человеку положено какой-то человек. Это факт. По карме просто положено. Не то, что он родственная душа. Просто по карме положено и все. Люди столько выдумывают. Например, человек живет в семье, он трюхался в какую-то женщину и говорит жене, извини, мы с ней с прошлой жизни как бы были вместе, а с тобой только в этой жизни, поэтому я к ней ухожу. сочиняют. Почему? Потому что начитались много. И человек искренне верит в это, он так думает родственной души. Не думайте, что если похоти больше в отношениях, значит родственных отношений больше. Нет. Вот когда люди вместе живут год, они становятся родственными душами. Бог считает их родственниками. И надо ответственность брать за этого человека уже тогда, даже если не расписался. Бывает так, что люди в прошлой жизни были вместе, но чаще всего они встречаются в этой жизни из-за долгов, а не из-за того, что у них хорошая судьба. Например, бывает так, что если человек плохо себя ведет, у него рождается ребенок, который ему нервы мотает, значит в прошлой жизни он был вместе. Они были вместе. Вот если ребенок счастье приносит, не факт, что в прошлой жизни были вместе, но если нервы мотает, дальше некуда, значит точно ты ему чем-то должен с прошлой жизни. Сто процентов. Поэтому понятие родственной души не означает чаще всего что-то хорошее. Однако же, если вы занимаетесь серьезно духовной практикой с самого детства, то есть вероятность, что в вашей жизни придет человек, который с прошлой жизни с вами вместе занимался духовной практикой и создаст с вами счастливую семью. Но так бывает крайне редко. И не думайте, что у вас именно так будет. Можно, для этого надо очистить свое существование и тогда как только человек очищает свое сердце, он начинает понимать о своей судьбе больше и о будущей и о прошлой. Надо просто очищать свое сердце. Некоторые люди фокусничают и хотят искусственным образом узнать свои прошлые жизни. Это не всегда хорошо. Иногда это заканчивается печально. Они могут даже в психушку попасть. Как можно сохранить, развить отношения на расстоянии со стороны женщины? Да не всегда есть отношения на расстоянии. Я же сто раз об этом говорил. Вы просто думайте о человеке, вы с ним уже связаны. Но если вы хотите его использовать на расстоянии, чтобы он к вам привлекся, пришел, извините, это не от него будет зависеть, а от Бога. Будет с нами человек или нет, это зависит не от нас и не от него, а от Бога. Это Бог решает, кто с кем будет жить вместе. И поэтому, если мы это решение нарушаем, поэтому по башке и получаем от судьбы. В этом идея-то поймите. А вы думаете, я хочу с этим, я хочу быть с тобой, я буду с тобой. Фигу без масла. Если Бог захочет, ты будешь значит с тобой, а если не захочет, не будешь, хоть ты убейся и пой хоть во всю глотку. Человек должен понять, что высшие силы могут нас соединять и разозвучать по своей воле. Называется воля проведения. Она абсолютно непреклонна. Поэтому, если ты чувствуешь, что не получается быть с человеком вместе, значит, подари его кому-то другому, не будь такой жадиной. Так бывает в жизни, ничего не сделаешь. не надо жадничать, иначе вся жизнь пройдет. Любовь означает, что ты можешь подарить человека другому, сделать его счастливым. Если он не хочет с тобой жить, подари его другому, пожертвуй свою любовь ради его счастья. Почему ты такой скупой и не хочешь это сделать? Сделай, если хочешь сделать счастливым близкого человека. Это настоящая любовь. не надо на расстоянии гипнотизировать никого. Это грех очень большой. Желайте счастья человеку на расстоянии. Не надо его тянуть к себе. Это неправильно. Желайте счастья человеку. Если Бог хочет, он приблизит. Если нет, отдалит. Жадность это не самое лучшее качество, даже в любви. Мой муж, узнав, что я увлеклась ведическими знаниями, очень заинтересовался тем, что меня так увлекло. Нет ли там подвоха и правильно. Муж всегда должен так делать. Если жена чем-то увлеклась, он должен обязательно этим заинтересоваться и узнать, нет ли там подвоха. Иначе ее так занесет, что дальше мама дорогая. И кто же этот Тарсунов, который захватил мое внимание? Сейчас он перечитал почти все ваши книги и очень много в себе изменил. Мы начали общаться на языке, которой оба понимаем. Стало светлее. Я рад, конечно. Но поймите такую вещь, что если муж начал интересоваться, чем это там жена увлеклась, и жена начала сражаться с ним, то это очень большой грех. Прежде чем чем-то увлечься, вообще-то надо у мужа благословение получить. если вы пошли на лекцию, сказали, пожалуйста, скажи мне, надо мне идти на эту лекцию, или нет, очень смиренно, он скажет, ну сходи. И вы пойдете, увлечетесь чем-то, и он скажет, да чем-то там увлеклась вообще. Вы скажете, ты же сам мне сказал туда идти. Блин, точно, я же сам сказал. Начнет читать, уже в другом настроении, все будет хорошо. Женщина прежде чем что-то делать, должна получить благословение у мужа. В Манус Бритте в ведическом произведении говорится, что если женщина занимается даже очень благочестивой деятельностью, но при этом противопоставляет себя мужу, то это большой грех. Она занимается на самом деле тем, что она деградирует, потому что она разрушает свою семью. Чем больше она будет этим заниматься, тем больше будет противоречий между ей и ее близкими, и в результате она разрушит свою семью. Поэтому прежде чем что-то делать, она должна сначала попросить благословение у мужа и смиренно относиться к его мнению. Если она любит своего мужа, он всегда ее отпустит, даст ей возможность. Если это хорошее дело, он отпустит, если нет, не отпустит. Главное к мужу хорошо относиться с уважением, потому что мужчины по природе в сердце очень щедры к тем, кто проявляет к ним свою любовь. Очень щедры. Вот если женщина мужа любит, он готов для нее все отдать. Не то, что там на лекцию пустить, это ерунда. Он все для ей готов отдать. Но если женщина не любит, сама скупа в своей любви, тогда извините, ничего не получите. Что на лекцию? На лекцию, а жена не хочет. Ничего страшного. Не волнуйтесь на этот счет. Женщины, они очень чутки по своей природе. И они всегда принимают то, что надо. Вы просто продолжайте изучать. В какое-то время жена подумает, подумает и примет все, что вы сделали. Но она это примет уже осознанно. Понимаете? Просто насчет женщин не надо беспокоиться. Они очень четко понимают, что хорошо и что плохо. У них сердце работает правильно в этом направлении. Просто им нужно время иногда. Понимаете? Чтобы понять. Но если вы будете их третировать, жену, вы куда-то сходили и будете говорить, ну что, жена, лекция мне понравилась, завтра встаем в 5 утра. Хора заканчивать. Все, значит, она будет ненавидеть эти лекции, это знание, потому что там насилие в них она почувствует. Любви меньше стало, насилие больше, значит, знание плохое. Если вы смиренненько так встаете рано, извиняетесь перед женой, говорит, спасти, что я тебя мешаю спать, просто мне надо пораньше вставать теперь, она будет, о, муж, лучшую сторону меняется, хорошо, вот, зарядочку будете делать, говорите, пожалуйста, ты спи, отдыхай, я сам буду делать, ты себе с мясом готовь, я буду без мяса кушать, все, ты с мясом, пожалуйста, все. Если вы будете к ней уважительно относиться, к ее интересам, взглядам, очень смиренно себя вести, она будет следовать вам, она будет продавать так же делать, как вы, женщины в этом плане очень разумны, они всегда перенимают самое лучшее, но если вы будете ее насиловать, она будет делать все наоборот. Не волнуйтесь за женщин, за себя лучше волнуйтесь в этом плане, они самые первые приходят всегда везде, когда первый раз в Ригу сидел, приехал, здесь два мужика сидел, а такие как бы, остальные все женщины, не первые пришли, что тут происходит, они все изучают, быстро очень реагируют. У нас сейчас же будет это, я понял, ну все, у нас сейчас будет еще и танцы здесь, знаете, поэтому мы сейчас закончим быстренько, всем счастья пожелаем, а потом еще танцы посмотрим, вот, культурная программа потом у нас будет, такой подарок от радуги вам, кстати, вам очень повезло с радугой, у них такие грандиозные планы, кого только они не вытаскивают, всяких духовных учителей, я список когда посмотрел, мне волосы в дыбом стали, столько всяких умных ученых людей к вам приезжают благодаря, вы должны молиться на них на самом деле, что такое, я ничего-то не так сказал, Лен, так, вот, правильно, правильно, вот уже, я желаю всем счастья, 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 Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы вы были все счастливы, чтобы вы избавились от своих болезней и страданий, чтобы постигли знания, как правильно жить и помогли своим близким. Я очень благодарен, что вы приходили на эти лекции. И хочу к вам опять приехать дальше с вами общаться. Спасибо вам большое. До свидания. Сейчас у нас будет концерт. Спасибо. Спасибо большое.